Точно, точно, барабанная дробь, да, всем добрый вечер. Всем привет, всех рад видеть. Здесь много ребят, которые уже посещали мои вебинары, и много новых, новых участников, с кем мне очень приятно познакомиться. Меня зовут Дима Ковпак, мне 29 лет, живу в Украине. Привет, друзья. Напишите, пожалуйста, кто первый раз сегодня меня видит. Денис первый раз. Ну да, Денис. Денис точно не первый раз. Так, хорошо, да, запись будет. Вот, Алекс Ростов, третий раз. Ага, клёво. Сегодня будет много ценной информации новой, первый раз. Отлично. Так. О, ребят, а те, кто первый раз пришли, напишите, пожалуйста, кто чем занимается. Ну, просто интересно, кто что делает по жизни, кто чем зарабатывает на жизнь. Да, дома сижу. Но тоже вариант. Ремонт айфон. Учитель. Я военный, красивый, здоровенный. Прикольно. Делаю магазин. Автовинилом. Преподаю в ВУЗе. Маляр по покраске. Ага. Два дня работаю официанткой. Отложил заказ по фрилансу. Хорошо. Предприниматель. Ремонт компов. Угу. Окей. Хорошо. А, прохожу коучинг 3.0. Окей. Дима, отлично. Декрет, женская одежда, продажа только начала. Ага. Ну, отлично. Тогда вам в самый раз. Так, сегодня будет в большей степени информация для тех, кто уже созрел, заниматься предпринимательством, или в процессе этого созревания. Так, Юрий пишет, что модератор в тизерке. Так, Нина, предприниматель. Владлена, надо срочно бежать. Но мы, да, мы запишем. Вот, я думаю, что завтра запись конвертируется, и мы ее отправим тем, кто зарегистрировался на вебинар. Вот, давайте о двух словах для тех, кто меня первый раз знает. Такие люди есть уже. Значит, что вам нужно знать обо мне? Первое, что в 2008 году, точнее раньше, еще в 2007 году, я столкнулся с проблемой. У меня на тот момент было много розничных магазинов в Украине, я занимался посудой. И на тот момент я столкнулся с тем, что арендная ставка начала расти, и мне надо было находить решение, чтобы зарабатывать больше при тех же действиях. Потому что маржа падала, потому что себестоимость росла. Ну, аренда повышает цену всех действий, да? Вот, и я нашел для себя выход, вот в частности, бизнес Китая. В 2008 году я первый раз поехал на выставку в город Гуанчжоу на выставку Кантон Фейер, посвященную посуде, домашним разным предметам, аксессуарам, там мебель еще была, в общем, много чего интересного. С тех пор, собственно, и веду бизнес с Китаем, и помогаю делать, и учиться делать бизнес с Китаем другим. Сегодня буду, в частности, рассказывать, показывать много того, что я никогда никому не рассказывал, не показывал, ну, точнее, в формате открытых вебинаров. Сегодня покажу вам ряд сравнений, которые я провел сегодня утром, просто исходя из тех товаров, которые можно заказывать онлайн в Китае, и зарабатывать на этих товарах 500, 600, 800, тысячи процентов. Покажу просто ряд сравнений товаров, которые интересны были в первую очередь мне, а потом покажу вам ряд товаров, которые успешно продают ребята, которые у меня проходили коучинг, покажу ряд товаров, на которые обратили взор ребята, которые вот сейчас пошли ко мне в коучинг на третий курс и прошли первое занятие. Вот. А есть кто-то, кто не получал от меня подарок, контакты, чая? Я вот на нескольких вебинарах давал подаркам участникам вебинаров. Есть такие, да? Хорошо. Ну, окей. В общем, я с вами поделюсь. Я просто в последнюю поездку в августе этого года, я вот там скупился неплохо при вылете в Пекине, нашел фабрику, ну, точнее, офис представительства этой фабрики. Вот. У них производство на юге Китая в основном, вот, а в Пекине они просто продают. Вот. У них хороший чай, хорошие очень цены, вы сможете самостоятельно с ними связаться. Вот. Мне очень нравится вот такой у них 10-летний Пуэр. Удобно просто использовать. С собой можно накидать таких по 5 грамм кубиков и заваривать, где ты находишься. Вообще, чай китайский очень благоприятно сказывается на организме. Ну, и вы это, я думаю, знаете многие. Те, кто не знают, смогут это установить как факт. Вот. Поэтому в конце всем подарю вот эти контакты те, кто не получал от меня данный подарок. Да, хорошо, Сергей, и вам тоже. Хорошо, сегодня я писал вам всем, что, ну, кто получал письмо, по-моему, предпоследнее, я писал, что сегодня мы поменяем формат и посвятим этот вебинар больше вопросам. Вопросам от каждого из вас. Дело в том, что, ну, судя по тем людям, которые сегодня собрались, здесь публика разная. То есть есть предприниматели, есть те, которые хотят в себе воспитать предпринимателя. Поэтому давайте мы будем делать так. Мы будем чередовать определенные знания, да, с вашими вопросами. Я буду стараться смотреть в чат и отвечать по ходу на все, что там будет происходить. Ну, желательно, чтобы вы делали тоже паузы какие-то небольшие, чтобы мне была возможность поделиться с вами теми интересными идеями, которые ко мне сегодня утром пришли. И в частности я их решил отобразить в сегодняшнем вебинаре. Сегодня я буду рассказывать больше даже, наверное, про опт, свящу тему логистики, как работают немножко, расскажу, как компании, кто это такие и почему можно за счет только этого вида логистики можно очень здорово делать бизнес с Китаем. Покажу, сколько реально можно зарабатывать на бизнесе с Китаем. Ну, те, кто меня первый раз там увидели, да, я как бы не всегда ездил на Chevrolet Camaro, у меня были и другие машины, вот, но бизнес с Китаем как бы очень здорово ускоряет все процессы, ну, в частности, финансовые. И сегодня я вам буду рассказывать, как. Так, в общем, давайте я сейчас немножко... Так, Денис, я себе тоже был заказал, радует. О, прикольно. Хорошо. Дима спрашивает про задний привод. Дим, ну мы с тобой в коучинге об этом сможем уделить время поговорить. Так, Владислав, по Алиэкспресс, есть ли фри шиппинг, насколько реально, что товар вообще дойдет? Реально, что дойдет, я регулярно заказываю у китайцев даже через Алиэкспресс и через там сайты такие, как DX, Ком, многие другие, просто для себя. На этом экономлю, ну, значительно, ну, огромнейшие средства. Сегодня я буду показывать, как. Андрей, 39, 60 дней – это для бесплатной доставки. Это когда мы заказываем один товар и отправляем его просто бесплатно. Ну, то есть там есть способы бесплатно. Но когда мы делаем бизнес, у нас немножко другой подход. Я вам сегодня буду рассказывать о том, каким подходом можно пользоваться и делать так, чтобы ваши товары приходили к вам в течение 10 дней, ну, недели-10 дней. Вот сегодня я буду рассказывать про товары. Значит, что, какие новости я привез вот в августе из Китая этого года. Ну, в первую очередь, это мы немножко поменяли формат поиска поставщиков. Как бы меньше я уделял внимания поездкам по фабрикам, потому что это реально утомляет, это очень долго по времени. Вот. А для вас ценно будет то, что я буду показывать и рассказывать, как вам делать бизнес, ну, то есть не посещая Китай, да, имея в кармане там 100-200 долларов лишних денег, ну, и благодаря этой сумме делать первые действия. Идет? Да, видео идет. Хорошо. В общем, что интересно, что китайцы в крупнейших городах, все крупные представительства фабрик, производители, открывают свои, как бы такие офисы, большие помещения, где выставляют образцы и принимают клиентов в огромнейших высотках. Вот. Это все напоминает, знаете, улицы, огромнейшие улицы торговых центров, где на самом деле в высотках, ну, реально стоят оптовые производители, оптовые продавцы, представители крупных фабрик, с которыми ты, как частное лицо, можешь зайти, договориться. Примерно вот так, например, я сейчас не буду показывать, конечно, контакт, но примерно вот так вот я просто заходил к каждому, там переписывал просто артикула, модели, товара, которые меня интересовали, ну, чтобы потом уже иметь, как бы, повод для общения уже из Украины. Андрей спрашивает, зачем вам обучать конкурентов, а почему бы нет? Ну, во-первых, вы не можете мне составить конкуренцию, потому что я работаю на сильно высоком уровне и по опту. Во-вторых, я делюсь теми опытом и знаниями, которые получил благодаря собственному труду и собственным, как бы, тяжелым испытаниям. Я считаю, что это полезно с точки зрения социального вклада в общество. Если я все время сначала только брал из общества, получал в виде денег, да, продавая ему товары, то сейчас я могу научить еще и других. А ваше дело, хотите учитесь, хотите нет. Да, я, кстати, по поводу философии восточной тоже много для себя открыл, но об этом позже. Да, давайте по делу. К дропшиппингу я отношусь категорически и считаю, что это очень плохая тема для создания бизнеса. И расскажу сегодня почему. Давайте я начну показывать вам ряд интересных товаров. Ну, сейчас пару слайдов. Хочу сказать, что вот в подвалах на минус первом, минус втором этажах находятся вот в этих огромных торговых таких площадках, находятся карго-склады. Кто это такие? Вот я об этом мало очень рассказывал, практически никому не рассказывал на открытых вебинарах. Значит, карго-компания – это логистические такие структуры, которые… Ну, у меня не было другое, это с телефона фотка. То есть это единственная фотка карго, моя личная. Там я просто заходил, вот, вышел из карго и так щелкнул его, чтобы помнить, что я там был. Вот, поэтому у меня это другой нету. Ну, вот, в телефоне то, что было. В общем, дело не фотки. Дело в том, что карго-компании – это компании, которые берут цену за килограмм груза. Например, это может быть брендовая вещь, может быть не брендовая вещь, это может быть электроника, и они берут просто цену за один килограмм веса, допустим. И в эту цену уже входит таможенная очистка вашего товара. То есть товар приезжает, например, в Москву, или в Киев, или в Одессу, или в Санкт-Петербург, или в Екатеринбург. А кто с каких городов, ребят? Я вижу, что много очень ребят из России, много, ну, меньше из Украины гораздо. Кто из каких городов? В Новосибирск. О, в Новосибирск, кстати, у меня сейчас мальчик учится из Новосибирска, а точнее уже не учится, закончил обучение. Так, Черкасса, Сума, Минск, Москва, Украина, Нижний Новгород, Харьков, Ярославль, Киев, Волгоград. Вот, в Новосибирск мы вот карго нашли 8,5 долларов за килограмм. Вот, ну, единственное, что многие карго-компании хотят работать с такими весами, чтобы было хотя бы более 10, более 50 килограмм ваша партия. Вот, ну, то есть с мелочью никто не очень хочет работать. В Харьков, Юр, они не в Харьков напрямую доставляют, доставляют в Одессу, ну, например, и из Одессы просто там автолюксом или новой почтой отправляют. В общем, суть карго-перевозчика, что он ставит цену, уже учитывая таможенную очистку, и вам фактически уже не надо думать о том, как этот товар очистить, как его там растаможить. Грубо говоря, вы фактически рассчитываете за доставку этого товара уже в своей стране, в своем городе. Надаля пишет, Дима, есть деньги, едем в Китай, протестировала 180 предметов, спрос был только на пуховики, хотим начать, не знаем с чего. Ой, я по пуховикам, у меня тут, у меня, наверное, полблокнота, я просто эту тему собирался развивать сейчас, немножко опоздал, ну, просто был занят другими делами. Пуховики – очень крутая тема в плане цен. Вот, кстати, хочу показать на следующем слайде. И в Китае я еду в апреле месяце, ну, в Гонконг на выставку электроники и выставку одежды. Вот, в принципе, кто захочет, сможет ко мне присоединиться. Сергей просит поменьше читать комменты. Сергей, я уверен, что вы успеете получить максимум пользы сегодня. Я вам гарантирую. Просто люди спрашивают, мне бы хотелось, чтобы это было, знаете, как нестандартный, я тараторил вам какую-то тему, потом вам что-то предложил, пойти со мной или не пойти учиться, да, и всё, и на этом закончилось. Мне бы хотелось, ну, чтобы это было более похоже на диалог. Стоит поездка в Гонконг, вот сейчас мне просчитывают, ну, в Гонжоу на выставке минимально у меня поездка обходилась где-то в 3 тысячи долларов. Ну, это на 5-6 дней. Владимир спрашивает про карго в Казахстан. Да, у меня есть 3 контакта по Казахстану, по карго напрямую в Казахстан возят. Кстати, с Казахстана я вам скажу, что я познакомился в Пекине с двумя владельцами магазинов. Магазинов. Это наши люди, из Алматы в частности, так вот, да, Сергей, 3 тысячи с билетами. В общем, наши люди открывают там магазины крутые, продают много хороших вещей, то есть они делают просто хорошие отборки из многих фабрик и работают как оптовые продавцы, как крупнооптовые продавцы. Я, наверное, дал просто очередь к некоторым таким вот владельцам магазинов из наших граждан, с России, с Украины, с Казахстана, которые отмеряли брендовые вещи, сумки отбирали, заказывали на сотни тысяч долларов. Это, да, русские наши. У меня, например, Галина, владелица магазина Рич. У нее просто, я у нее скупился по образцам, вот по брендовым вещам, просто у нее космос. У нее есть контакты в WeChat, это такой сервис для обмена сообщениями. У нее там каждый день, почти каждый день обновляется коллекция, и можно смотреть, какие цены, что выкладывается. Вот, по поводу пуховиков хочу сразу сказать, что, конечно, сезон по пуховикам не очень длинный. Ну, все-таки с октября, наверное, по февраль Дим спрашивает, продавать товар на рынке и магазины. Я расскажу сегодня, куда, что продавать и как. В общем, сезон короткий по пуховикам, но заработать можно много. В общем, в чем суть? В том, что китайские товары дают возможность получать очень высокую маржу. Вот мы по пуховикам прикинули, что закупочная стоимость, у нас средняя закупочная стоимость, по тому качеству, которое интересовало, составляла 80 долларов с доставкой в Украину. Ну, такая же цена и в России полностью, точно такая. В России эти же модели продаются где-то в диапазоне цены 300 долларов, это средняя цена, 350 даже. В Украине средняя цена 250-300 долларов. Ну, сами посчитайте примерную маржинальность, ну, если сейчас не считать пока дополнительных расходов, но с одной сделки в розницу можно зарабатывать около 150 долларов, что достаточно прикольно. Едем дальше. Значит, секрет работы с Китаем – это в разнице цен. То есть идея в том, что мы покупаем за 10 долларов, продаем за 50-100 долларов. Сейчас я хочу много разных товаров показать вам. Сейчас пройдусь просто по тем товарам, которые я сегодня отобрал с Алиэкспресс. Причем Алиэкспресс – это килограмм, Сергей, нет, нет, килограмм – это 80 долларов в розницу по цене. То есть 10 долларов мы покупаем одну единицу какого-то товара и продаем с наценкой 400, 500, 600, 800 процентов. Я вам буду показывать сегодня товары, которые имеют очень большую маржинальность, то есть до 1000 процентов. Кому интересно такие товары увидеть? Ну, то есть покупаешь за доллар, продаешь за 10, 1000 процентов. Окей, ну вот давайте начнем сначала. Как же зарабатывать? Большинству сложно понять, китайцев, большинству людей реально сложно понять, что с китайцами можно договариваться, они нормальные, они стараются настроить партнерские отношения и они хотят действительно работать, потому что среди китайских продавцов огромнейшая конкуренция, они все борются за свой доллар. Все, реально. И те, у кого получается настроить с кем-то постоянные продажи, они стараются держаться за своих партнеров в России, в Украине. Давайте, вот я сегодня, вот реально, это сегодняшняя информация. Я сегодня утром зашел на сайт Алиэкспресс и просто начал копировать оттуда первую попавшуюся информацию. Да, Андрей, сегодня много обучающих, которые учат зарабатывать на Китае. Просто проблема в том, что многие из этих ребят в Китае не были, и не понимают большинство специфических факторов, которые влияют на большой бизнес, на то, чтобы зарабатывать новую. Да, многие вас могут научить зарабатывать какую-то сумму. Так, если мы на этом вебинаре, то как продать должно быть понятно. Да, окей. У всех социальный долог? Ну, надеюсь, нет, надеюсь, не у всех. Давайте приступим к разбору товаров. Первая категория товаров, которая мне нравится, которая мне искренне нравится. Я, к сожалению, до нее у меня никак руки не доходят. Я большой шмоточник, на самом деле. Мне нравятся брендовые вещи. Вот, но китайцы действительно производят очень много качественных вещей из хороших тканей, и стоят эти вещи действительно дешево. Вот я нашел, в частности, хороший пример рубашек мужских, которые стильные, приталенные. Кстати, вот в плане приталенных вещей китайцы хорошо делают. Все, единственное, надо смотреть размеры, чтобы они соответствовали европейскому. Потому что они работают как на азиатский рынок, так и на европейский. Надо отбирать поставщиков, как бы надо немножко на это смотреть. В общем, есть, давайте я по категориям пройдусь, да. Ну, вот, например, категория одежды. Действительно, одежда у китайцев стоит дешево. Ну, то есть, даже брендовые вещи, средняя цена, вот я скупался просто для себя даже. Очень качественная, причем я езжу и в Европу скупаться. Как бы я отличаю качественные брендовые вещи от некачественных. Я вам скажу, что вот контакты, которые у меня на руках, это очень качественные вещи. Так вот, они практически не отличаются от оригинальных магазинных вещей, тех же, там, производителей Дочи Габана, Валентины и так далее. Вот, и отличаются единственное, что ценой. Средняя цена получается на уровне 30 долларов, там, за платья летние, там, за футболки, рубашки. Ну, это за бренды, да. Они бренды стоят дешево. Ну, вот, в частности, как вы можете здесь увидеть, вот фотография рубашки приталенной на Алиэкспрессе. Это дорогой магазин, на самом деле. То есть, здесь, как минимум, 20% в этой цене сидит еще этого продавца. Ну, 10-20. Вот, но о чем это говорит? Это говорит, что такие же рубашки, на самом деле, регулярно продаются, как в Украине, так и в России. И продаются где-то по цене 50, 60, 70 долларов. Ирина, бренды через таможню возить надо, как бы, понимать как. Вот, карго-компании как раз в этом плане идеальное решение. Надо понимать, как работать с карго-компаниями. Я об этом немножко расскажу. На Алиэкспрессе сложно найти бренды, потому что, во-первых, вы должны понимать, что китайцы периодически проводят акции, которые от них требуют разные производители брендов. Потому что мировые производители требуют, чтобы китайцы не продавали бренды. Ну, китайцы же не глупые, зачем это делать? Они делают всяческие акции. Например, на Алиэкспрессе вы можете увидеть реальные брендовые вещи просто без логотипа, без названия этого бренда. На многих наушниках, не знаю, там разных, на одежде, на всяких аксессуарах просто этот бренд зачеркнут. Ну, то есть, его нету. Поэтому, когда вы с этим поставщиком начнете общаться, на самом деле, вы получите брендовую вещь, действительно, со всеми штрих-кодами и так далее. Так, Михаил, запись, да, будет. Идем дальше. Я сейчас хочу вам пройтись по рядом товаров, которые вы сможете использовать. И для вас это может быть идеей для того, чтобы стартовать или как-то увеличить прибыль в вашем действующем бизнесе. Да, не мешайте мальчику. Окей. Хорошо. Идем дальше. Вот я уже на каком-то вебинаре показывал про китайские планшеты. Чуви, Томата. Я их просто себе покупал. Чуви V88 я купил за 120 баксов. Томата T1 за 140 долларов. Это крутые планшеты на четырехъядерном процессоре, на андроиде, русскоязычные, в суперупаковке. В общем, реально крутые вещи. И сейчас покажу цены, которые я нашел в России и в Украине. Сначала покажу их на Алиэкспрессе. Ну, это первый попавшийся поставщик. Я просто вбил Чуви V88 в поиск на Алиэкспресс. Получил предложение, посмотрел. Хорошие показатели магазина. Есть заказы. Ну, в общем, об этом я сейчас не буду сильно вдаваться в подробности. Просто показываю вам цены. Вот 119 долларов – это нормальная цена на базовую модель. А я купил как раз базовую. А теперь показываю вам цены на внутреннем рынке. Тоже базовая модель V88. Вот в России я нашел его. Просто вбил в поиск. Купить в Москве, по-моему, Чуви V88. В Украине нашел вот за 8 тысяч рублей, а в Украине нашел вот средняя цена 1940 гривен. Ну, что составляет 200... Сколько это? 200... 250 долларов, да? Ну, примерно. Вот. На электронике, естественно, на таких вещах, как планшетах, конечно, заработать много вряд ли получится. Вообще, я удивляюсь, как на внутреннем рынке люди страдают, работают в теме электроники, работают с местными поставщиками и пытаются зарабатывать в марже 20-30%. А кто вот, кстати, предприниматель писал, напишите, пожалуйста, какую у вас примерно доля наценки. Ну, те, кто занимается сейчас, может быть, продажами, у кого-то интернет-магазин, с какой вы торговой наценкой примерно работаете? Александр 30%, Валеся 50%. Неизвестные бренды плохо берут. Видеорегистраторы 30%, 30%. Юрий 100%, 200%. О, круто! Сергей 200%, Евгения 50%, Слава 100%, Алекс 20%, 30%. Но продажи не Китай. Андрей 15%. Как? Александр 200%, 400%. Александр, а что вы торгуете? 200-400, мне интересно. Как отключить список пользователей в чате? Зачем его отключать? Так, 100-300, Ирина. Вообще не продаю пока, но очень хочу. Ладно, 60. Да, действительно, дело в том, что те, кто работает на внутреннем рынке, ну и я работаю на внутреннем рынке одно время, то есть, к сожалению, мы действительно упираемся в потолок маржи, которую мы можем прикручивать к тем ценам, которые нам предлагают поставщики. И это проблема. Особенно если растут затраты на рекламу, растут затраты на сотрудников, на себестоимость, на аренду повышается, то, ну, естественно, у нас и падает маржа. Да, тут много ребят новых пришло, помогите найти нишу. Ну, вот я как раз по этой теме сейчас рассказываю. Много ребят пришло, так вот, я вот говорил, что вот сегодня там подарю тоже контакты чая, еще кое-что там одну инструкцию вам предложу, ну, в качестве подарка, просто думаю, она каждому будет полезна для оценки спроса на рынке. Ну, вот у кого нет еще, то вот смогут сегодня получить. Так, идем дальше. В плане украшений. У меня несколько примеров людей, которые запускают бижутерию, китайскую бижутерию, и продают ее на украинском, на российском рынке. Вот так, бижутерия интересная тема, потому что на ней вообще невозможно оценить маржу, да? Ну, то есть, вы можете привезти какой-то товар, чуть-чуть отличающийся от другого, и поднять на него цены там в 3-4 раза, и люди, в принципе, будут его покупать. Мне понравилась тема с, вот, кольцом из «Властелина колец». Где-то я видел, его продают активно, вот. Я увидел его просто сегодня на Алиэкспресс. Обратите внимание на цену за 3,59 доллара, да? А потом увидел его в каком-то украинском магазине, причем в первом попавшемся. Просто вбил купить кольцо «Властелин колец». И увидел его по цене 28 долларов. Но это было прикольно. Но оно не золотое. Ну, дело в том, что оно не золотое, и оно тут тоже не золотое. Так, хочу тоже показать, вот мне интересно была мелкая электроника. Я вам буду сегодня показывать, там, примеры вещей, которыми торгуют, и на которых зарабатывают ребята. У меня, которые учатся, отучились. В общем, мне очень понравились сегодня геймерские наушники. Ну, это гарнитура такая. Я нашел их за 25 долларов. А кто, кстати, увлекается играми? Может быть, играет, там, в Call of Duty или, там, в Dota? Ну, есть геймеры здесь? А, линейка. Да, цинк. Ну, вот. А кому хотелось... Кто вообще пользуется геймерскими наушниками? Да. Музыку слышал. В общем, геймерские наушники – это крутые наушники, через которые вообще клево и общаться, и они вообще очень настроены на качество звука. Вот. Я в Китае купил, и мой друг купил себе битс, такие вакуумные, за 13 долларов. Сейчас их много у меня ребят продает. Вот. А эти я нашел сегодня на Алиэкспрессе. А потом вбил просто купить геймерские наушники и нашел это вот самое дешевое. Вот. Почему-то вот нашел первый сайт по геймерским наушникам и нашел вот это самое дешевое. 3,5 тысячи рублей – это сколько? 100, 120, 130 долларов, 70. Ну, в общем, я к тому, что тема электроники – это тема, которую можно всегда развивать и достаточно с большим интересом, и с высокой маржой. Да, можно набить, кстати, Dota 2 сверху, и цена вырастет в полторы тысячи рублей. Кстати, я вот показывал кому-то вот один из товаров, которые я заказывал для себя в одной из поездок, это вот такие вот бокалы для шампанского свадебные. Они назывались как-то там, ну, в общем, тут было название, какое-то австралийское. Это заказывала австралийская компания. Вот. А я придумал просто новый бренд, назвал его Виченто, выбрал просто из списка итальянских имен, скопировал адрес фабрики какой-то стеклянной, стекловыдувной в Италии. Вот. И так вот появился такой вот бренд Виченто. Я к тому, что на самом деле китайцы для вас могут сделать все, что угодно. 111 рекламируют какой-то товар на Таобао, не знаю, что это. Ну, в общем, а наушники и гарнитуры. Ага. Да, на Таобао цены дешевле. Просто и качество на Таобао сложнее оценить. Я не знаю, мне с Таобао не очень нравится работать. Почему? Потому что я не очень понимаю, как работает гарантия покупателя, как работает защита покупателя. Таобао я бы работал только через посредника, то есть через человека, который бы отслеживал реальное качество этого товара. Ну, потому что по-другому, ну, никак. Да, и деньги никто не вернет. Если на Алиэкспрессе есть гарантия возврата, и в любом случае вам вернут деньги по открытому диспуту, вот, конечно, есть много разводняков и много очень всяких схем. Вот, но об этом отдельно, знаете. Вот, по поводу аксессуаров хотел рассказать. Я просто тестировал аксессуары еще в 2012 году, мне было интересно. Так вот, цены на аксессуары, вот смотрите, средние. Так, Сергей тут конкретный вопрос задает. Сейчас, секундочку. Сейчас. Так, товар не пришел, как можно себя обезопасить, или как проверить контору в Китае, мне следует заказ, нужно сделать на 15 тысяч долларов. Во-первых, если вы не уверены в конторе, то можно нанять за 10% посредника. Во-вторых, ну, там есть ряд факторов, я сейчас просто, ну, этому уделять время, это на часа два диалогов. Соли дорогая доставка только, когда мы говорим про заказ одного единичного товара. Дело в том, что идея выгодной и быстрой доставки заключается только в том, что нужно заказывать много товара. Например, 20, 30, 40 единиц, там, 100, 200. Ну, в этом идея. Вот, кстати, для Сергея хочу сразу сказать, что любой платеж, который вы делаете через банк, через свою карту или банком, вы можете обратиться в банк с заявлением, что вы, ну, там, это крайняя мера уже, то есть, когда ничего не помогло, что вы попали под, там, мошенников, и банки рассматривают такие заявления на протяжении месяца и реально отменяют эту операцию и возвращают деньги. Поэтому, то есть, если деньги были отправлены на чей-то счет или на карту, ну, то есть, карта была оплачена, на чей-то счет, то такие деньги всегда можно вернуть. Так, по поводу аксессуаров. Вот, смотрите, обратите цены на очень прикольные бампера. Кстати, почему-то в России бампера никто не продает. И многие мои друзья, которые приезжали ко мне, видели, ну, там, мои бампера, мой бампер на iPhone. Смотрите, где он? iPhone. Они удивлялись, потому что, ну, не видели таких в продаже у себя. Я вот нашел на одном сайте, вот здесь алюминиевый бампер Cliff, вот за 1500 рублей. А вот здесь он стоит точно такое же 6 долларов. А 1500 рублей – это сколько? 50 долларов, да? Ну, вот посчитайте маржу. То есть, это 900% маржи. Так, Лариса спрашивает, можно ли применять аккредитивы с банками? Конечно. На Alibaba есть даже своя внутренняя система, называется Escrow, где Alibaba выступает как гарант. Ну, там просто надо заключать сделку, сначала списываться с поставщиком. Вообще, аккредитив – это вариант, но немногие поставщики, то есть, аккредитив позволяют себе крупные поставщики. Плюс в праздники, что такое аккредитив? аккредитивы – это когда… это когда, грубо говоря, вы хотите купить у китайца, но вы ему не верите. И китаец вам не хочет отправить товар, потому что он тоже вам не верит. И в этом случае можно обратиться в банк и попросить выпустить документ, который называется аккредитивом, определенным гарантом. Банк гарантирует поставщику, что вы платежеспособны, что у вас есть эти деньги на оплату и устанавливает факт, по которому деньги перечисляются поставщику. Например, факт передачи товара в логистику или факт, например, поставки товара на таможену. Ну, допустим. По поводу наценки. Надеюсь, вы уже немножко усвоили, что даже через Алиэкспресс можно... Во-первых, Клифф – это известная марка. Я вам покажу просто, как я тестировал и как я вложил 300 долларов и получил, ничего не делая, 900. Так, девочка, кто-то под ником 111 просто рекламирует свой магазин, ну, плохо ему в помощь. Так. Олег, не очищай чат, ну, ничего страшного. Как бы, ну... Это ж такое дело. В общем, опять же, те, кто в первый раз со мной познакомились, те, кто... Так, Наталья, Дима о записи. Нужно срочно уйти. Да, запись будет. Отправим тем, кто зарегистрировался. В общем, те, кто хотят больше информации получать, те, кто в первый раз со мной вот сегодня столкнулись, как бы заходите на мой блог, читайте там статьи. Я сейчас, правда, меньше пишу, но что очень много внимания уделяют коучинг-группе и результатам ребят, которые учатся у меня. Вот. Те, кто там тоже первый раз меня увидели, можете добавляться ко мне в друзья ВКонтакте. Я открыт к общению. Там видно, чем я живу, как. Много разных фотографий с поездок. Ну, в общем, и там много интересного. Кстати, много видео, много интервью разных. Так, Ника спрашивает, по поводу выбора товара, еще работает функция Google Keyword Tool. Она называется уже не Keyword Tool, она называется Keyword Planner. Да, там нужно иметь Google Аккаунт, то есть Google Почту, чтобы зайти в эту функцию. Как определить уровень спроса? Уровень спроса можно определить через вот инструмент, такой как Google Keyword Planner или в Яндексе, Яндекс. Вордстат. Заходишь туда, пишешь, например, ключевое слово. Влад, какой у тебя товар? Какой ты товар тестируешь? Какой ты товар хочешь продавать? Вот пока Влад пишет, Андрей, Влад Пуховики. Андрей, почему одностраничники, по вашему мнению, лучше, чем полноценный интернет-магазин? Ну, во-первых, потому что их дешевле делать, во-вторых, с них проще продавать, когда есть конкретное интересное предложение. Конверсия с одностраничника выше многократно, и люди покупают по, ну, скажем так, благодаря вау-эффекту. Вот. Но там много разных нюансов по одностраничникам, и это как бы тоже не для сегодняшнего выступления. Ольга спрашивает, вы из БМ? Ну, я учился в БМе, ну, как учился. Я был в коучинг-группе еще полтора года назад, как бы мне было интересно познакомиться с такими же предпринимателями, как и я, потому что я с 2003 года занимаюсь предпринимательством, вот, и для меня откровенная бизнес-молодость не была открытием. Для меня это было просто подтверждение всего, что я делал до этого. Просто оно было оформлено потом в форму. Вадим пишет, что это наш украинский БМ. Прикольно. Ну, смотри, по поводу пуховиков, вот, спрашивали, можно зайти вот в какой-то сервис там на Яндексе, который оценивает количество запросов в месяц или в Гугле, и написать там, купить женский пуховик, и посмотреть, сколько ключевых запросов в месяц. Я вам скажу, что их много. Особенно пик приходится на ноябрь и заканчивается где-то в феврале, в середине марта. Ну, в марте их по акции продают очень много. В России сезон длиннее, потому что, ну, все-таки северные регионы холоднее. Вадим вот спрашивает, выяснял цены на Алибабе, мне начали приходить прайсы от других китайцев с нормальными ценами. Ну, от других китайцев если приходят, это не означает, что, ну, то есть их можно оценивать, можно не оценивать. Ника спрашивает, физлицо, может давать рекламу в Google? Конечно. Так, вот Никита сбросил вордстат яндекс.ру, да, именно. Так, Евгений, скажи, пожалуйста, что нужно знать, чтобы ввести в Россию ювелирную продукцию? По ювелирке не скажу, там есть какие-то нормы, ограничивающие ввоз. Мне кажется, на ювелирку нужна какая-то лицензия. Ювелирка не работал, по бижутерии знаю, что ничего не нужно. А Ольга спрашивает, скажите, что лучше продавать, вы можете посоветовать поставщику? Я вам сегодня показал товары, которые можно продавать, ну, елки-палки, надо что-то самому делать. Так, хочу рассказать вот про Юру Билана, он, кстати, вот у меня учился, он большой молодец, потому что он начал продавать товар за доллар, вот такой, это сенсорные перчатки, они позволяют пользоваться гаджетами, ну, то есть, руки не мерзнут, да, гаджет работает. И потом переключился вот на Bluetooth перчатки, через них можно, то есть, они подключили через Bluetooth соединение к телефону, и вот реально можно говорить, вот здесь вот микрофон, можно принимать звонки, вот, а сейчас он, вот он уже как две недели стал эксклюзивным дилером фабрики Китая, то есть, китайской фабрики. Заключил с ними контракт, заказал у них более двух с половиной тысяч единиц товара, до этого 400 единиц товара продал, получил, в общем, заработал сразу много денег. Сегодня, кстати, вот про опт хочу рассказать, потому что всегда, почему всегда интересно начинать с розницы, потому что вы начинаете общаться с людьми, конечными покупателями. Вот, но опт это та тема, где можно заработать большие деньги, потому что мне, например, розницей неинтересно заниматься. я с розницей занимался с 2003 года, очень долго, и мне интересны большие оптовые сделки. Вот мы по этой причине еще в 2012 году сделали компанию по экспорту подсолнечного масла, продавали в Европу, тоже с нуля, делали крупные сделки, а также через нее продавали в Китай. Действительно можно продавать товары в Китай. Китай очень огромная растущая страна с огромнейшими производственными потребностями, и она ежегодно покупает на миллиарды долларов всякого там провода, ну, в общем, темы, связанные со строительством, потому что стройки у них не прекращаются, и темпы строительства сумасшедшие. Так, как купить опт конкретнее? Можно для того, чтобы войти в опт, ну, то есть, понимаете, если вы вот сейчас сидите, сидите и думаете, ну, все, Дима рассказал, что надо опт делать, зайду-ка я сразу в опт. Так, что он там мне показал? Рубашки, да, там, что еще там, что-то из электроники, сейчас пойду, закажу там на 30 тысяч долларов контейнер, и все, пойду в опт. Сразу стану оптов-продавцом. Если бы было все так просто, конечно, было бы супер. Наверное, все бы мы сидели и друг другу рассказывали, какие мы миллионеры. Вот, но есть определенный ряд сложностей, и в частности, Ирина не знает, куда деть 100 штук Bluetooth перчаток, ну, я не знаю, это вы, у вас проблемы с продажами. Как купить опт? Для этого нужно начать хотя бы общаться с поставщиком, который вас интересует, и товаром, который вас интересует, и начать с ним вести какие-то первичные переговоры. Его для начала можно найти на Алибабе, попробовать с ним поговорить. Условия, естественно, будут оплаты, то есть, ну, это в любом случае. Когда вы ничего не понимаете и хотите купить что-то, да, вам, вам здесь может помочь любой посредник, который работает как внутри нашей страны, ну, там, в Украине, в России, или которые представлены офисами, там, в Гонконге, в Пекине, в Гонжоу, вот, найти их вы можете через губы. Вот, и, грубо говоря, Сергей нашел, кинули. Ну, это как-то вот вам очень не повезло, я не знаю, как могли кинуть вас посредник, который, там, работает несколько лет на рынке, который есть, там, в поиске, в которых есть офис, там, в вашей стране есть офисы, там, в Гонжоу, в Пекине. Ну, вы, значит, нашли посредника, который вас купил самой низкой ценой, и сказал, что у вас все будет супер. В общем, это все предмет переговоров. Ну, сейчас я не буду вдаваться вот так глубоко в детали. Ну, офис, но если он в России работает, значит, у него есть офис в России, поедите к нему в офис, посмотрите документы, посмотрите контракты прошлых сделок, там, ну, эти компании, там, они давно в поиске. Ну, то есть, надо собирать информацию на людей, с которыми вы собираетесь работать. Так, Андрей пишет, что минимальная партия 100 штук, реально договориться штук на 5 для пробы. Конечно, пишите им, говорите, мне надо, как и вас, образцы получить, пришлите мне экспресс-почту или обычной почты. За экспресс-почту вам надо будет заплатить в любом случае. сможете заплатить там, вестернам или PayPal. Галина спрашивает, знакома ли мне марка планшетов Sony? Не знакома. Алибаба, это интернет-магазин. Да, это интернет-магазин по сути. Рафис пишет, что Едино свяжитесь со мной. Вот, Рафис вам поможет продать. Продавал, продаешь товары, интернет, личные контакты, опт. В основном, в основном все интернет, но сейчас не продаю уже 2 года сам, все работают партнеры, то есть я дал основной бизнес в управление. Не занимаюсь этим. Работаю только с крупными партнерами по крупным сделкам. В частности, в Бенгонг со мной едет несколько владельцев очень крупных интернет-магазинов в Украине. Не буду сейчас назвать их фамилии, имена. Так, давайте идем дальше. Значит, пример, как можно было по опту построить деятельность. Вот, кто-то уже видел, может быть. Ну, самый простой пример вот на зарядках. На зарядках для USB-устройств средняя стоимость таких зарядок около доллара. И вот, показываю, ребята просто нанесли свой логотип, назвали эту зарядку своим именем Дробак и продают через крупнейшие интернет-магазины в Украине. Что мешает сделать это же самое вам? Выбрать любой товар, маркировать его своим логотипом и вывести это как новый бренд на рынок. и это будет интересно. Особенно, если себестоимость у вас будет низкой, такой, как я вот показал, в районе доллара, и вы сможете зарабатывать с каждой, ну, я имею в виду, что она может быть 10 долларов и продаваться за 50. Маркировать в Китае. Когда вы заказываете уже более 100 единиц товара, ну, вы можете его маркировать, вы можете заказать себе там упаковку с индивидуальной печатью. Ну, это документы на продукцию вам никакие не нужны. Извините меня, есть там ограниченный список продуктов, товаров, которые требуют сертификации или лицензии. Например, требуют сертификации товары, которые предлагаются для ну, такие как посуда, такие как косметика. На все остальное возьмите как хотите. Это более 100 товаров таможня пропустят. По поводу логистики я вам тоже немножко расскажу сейчас. Расскажу вот на примере просто. В общем, я тестировал еще в 12-м году чехлы, ну, это к нашей теме подходящей. Тестировал чехлы для айфона 5-го. Да, логистику мы не пропустили. Сейчас не пропустим, не переживайте. Вот. И вот была стоимость закупки 310 долларов с учетом доставки. Я попросил их мне доставлять не DHL, а EMS. Ну, мы переиграли с ними потом условия доставки. это экспресс-доставка, которая возит в Украину товары и в Россию. Для России, кстати, лучше работает FedEx в плане экспресс-доставки. Вот, то есть, пример, посчитайте, вот 40 единиц обошлось мне 310 долларов меньше 8 долларов себестоимость. Но я вам уже показывал сегодня слайды с аксессуарами для телефонов. Там они есть и за 6 долларов, ну, в общем, не важно. В Россию FedEx хорошо возят, она идет мимо таможни, то есть, там ее слабо контролируют. D-Chel просто очень сильно контролируется таможней, там буквально. Каждая посылка, что там лежит, надо посмотреть. Хотя, вот, Юра, кстати, получил свою первую партию, первую партию перчаток ценой 80 долларов, там было 20 перчаток D-Chel. 100 юаней поделите на 6, получите в доллар. Ну, это сколько? кто считать умеет? Поделите 100 на 6. Рублейское, так какая вам разница в рублях, вы в долларах, вот, 18 долларов, посчитайте, умножьте курс рубля к доллару, вот, получите в доллар. Так, теперь показываю вот сайт, сайт одностраничный такой, очень простой, цена 50 баксов стоит. Ну, вот, о чем я вам и говорил, что маржа получилась прикольной, ну, в общем, высокой. Вот, если бы себестоимость товара была ниже, то маржа была бы больше, ну, и можно было бы заработать больше. я хорошо отношусь к рекламе на бесплатных объявлениях, потому что этот инструмент нужно использовать вместе с платными объявлениями, платной рекламой. Вот, сейчас вот на этой теме я хочу рассказать вам пример дропшиппинга. Кто вообще знает про дропшиппинг? Ну, кто знает, что это такое, кто знает, что это такое, окей. А теперь, а я вам сегодня расскажу, почему дропшиппинг это плохо. Так. Ну, и немножко расскажу, что такое дропшиппинг. Да, тоже. Вот, ну, давайте быстро по результатам. Вот, результаты было вложено 310 баксов в товар, да, вот, на выходе получилось 900 долларов. Там, может, почитайте, просто я тут не буду уже озвучивать. Я пока кто-то читает, я расскажу про дропшиппинг. Значит, дропшиппинг это когда вы отправляете китайцу контакты человека, которому он должен отправить товар. Давайте представим, что вы занимаетесь, ну, например, вот такими портативными зарядками для, там, USB-устройств, которые позволяют их заряжать. Положили в сумку и, там, неважно, на рыбалку уехали, там, в лес, забыли зарядить телефон, стоите в пробке, ну, грубо, да, там, втыкнули, зарядили. Все, 10 раз можно зарядить, там, планшет, айфон, андроид, ну, неважно что. И вот, вы решили заниматься вот такими штуками. Процесс как? То есть, вы рекламируете этот товар, человек у вас заказывает, и вы ему говорите, что через какое-то время этот товар приедет непосредственно к клиенту, вы на этой сделке зарабатываете какой-то процент. Но, давайте представим, что клиенту, например, этот товар придет через 3 недели в расплюснутой коробке. Или же, например, без провода. Или в коробке зарядки не будет. А клиент вам заплатил, или, ну, да, прошло 3 недели, к нему приехал этот товар, и он недоволен. А у вас головняк. Извините меня, у вас головняк. Почему бы не сфокусировать свое внимание на товаре, который и так хорошо покупают на рынке, который востребован, который классно идет, для этого мы делаем определенное движение. Потом начать его заказывать себе на склад, получать его, быть уверенным, что ты получаешь, что ты уверен в поставщике, и ты уверен в том, что ты продаешь. Ты делаешь большую маржу и отправляешь человеку там наложенным платежом почтой по всей России или там по Украине. И он довольный приходит, получает там еще в коробочке от вас какой-то сюрприз, конфеты на палочке. Он радуется, он счастлив, и он советует ваш магазин другому, вместо того, чтобы сказать, что будь проклят тот день, когда я встретился с этим продавцом. Молоток это система, которая сама в себе варится. Это типа аукциона. Это система, которая сама себя съедает. И там люди занимаются не предпринимательством, там люди занимаются самоуничтожением. Это высшая мера конкуренции. Я ну как бы стараюсь учить ребят идти совершенно по другой модели. Да, 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 Саша из Германии, он вот чупачупсы ложит. А еще у меня есть ребята, они там ложат Деда Мороза, знаете, шоколадных, там, шоколадку. Ну вообще много чего интересного. Со своих складов, но у меня есть остатки по посуде. сейчас я просто готовлюсь к определенной сделке. Не буду сейчас об этом никому говорить. Так, ну давайте начну показывать ряды товаров. Может быть кто-то уже видел прикольный товар блютуз-колонка. Ну примерно вот такая вот. Она очень круто звучит, издает басы, соединяется с там с телефонами. Вот у меня Макс из Новосибирска отучился в коучинге. Вот он на ней делает бизнес прикольный. В общем, ну у него все хорошо. У него все будет хорошо. Он такой пробивной. Вот. Ну это один из вариантов идей. Она стоит в районе Китая 9-10 долларов. Вот там еще уходит на доставку. В общем, маржи там хватает. В Макса продаже он дело в том, что сейчас еще посылку получают большую там то ли 90 колонок вот в воскресенье должны дойти. Увеличатся. Продажи у него увеличатся, конечно. Дима пишет мандарины оптом продавайте. Не, мандарины я не продаю. Так, вот сейчас я хочу рассказать немножко быстро. Сейчас может быть многие видели это выступление на других вебинарах. Я постараюсь его сделать им иначе. Я пройдусь по темам, которые очень сильно влияют на качество продаж, на то, чтобы делать бизнес, потому что, к сожалению, без того, чтобы разобраться в каждом элементе отдельно, сложно будет действительно с китайцами работать качественно. При таможне, так, вот сейчас Сергей спрашивает вопрос, при заказе товара таможня пропускает любую партию, то есть будет ли разница, закажу я 10 штук или 100. Нет, не будет разницы. Просто если эти 100 колонок попадают под беспошлиный ввоз, то тебе товар приедет и доплат никаких делать не надо. У нас беспошлино возятся в Россию товары до 200 евро посылка, в Украину до 300 евро. Так, есть ли ограничения в килограммах? По России ограничения есть в килограммах, то есть ты в месяц на себя можешь получить товаров общим весом не более 50 килограмм. Ну, когда мы говорим о том, чтобы зарабатывать 5, 6, 10 тысяч долларов, уже сложно работать в рамках беспошлиного ввоза. То есть тут или платим налоги, работаем напрямую, или работаем с посредниками. Если таможня задерживает товар, она обычно его задерживает по двум пунктам. Первое, что он превышает нормы и требуется доплата для того, чтобы этот товар впустить. Второе, это когда этот товар задержан по причине того, что это бренд и он поступает как коммерческая партия и другой бренд, владелец этого бренда против, чтобы этот товар на самом деле поступал в страну. там я еще не видел ни одного возврата. В общем, всегда брокеры эти товары забирали. То есть брокер берет там 5-10% от цены груза и забирает этот товар. Не знаю, как они это делают. В общем, таможенные брокеры это такие, знаете, джинны-волшебники, которые на самом деле решают любые проблемы, связанные с таможенем. Доблать, да, обычно уведомления приходят, ну, можно самому звонить на таможню, спрашивать, а там, как там груз. Если мы работаем через экспресс-доставку, то экспресс-доставка звонит, говорит, знаете, там таможня задержала, нас просят доплатить, например, 50 баксов или 30, ну, что-то доплатить. Вот, доплатите, и мы вам сразу привезем. 900 долларов, ну, они, конечно, не попадают под беспошлиный воз, то есть вы по-любому попадаете там на 30 процентов как бы доплаты. Вот, но тут проще воспользоваться посредниками, которые, которые могут сделать это за вас. Максим, ну, я не буду тебе сейчас сбрасывать телефон, мне потом начнут звонить, добавься вконтакте, напиши, тем более я сейчас не в Киеве, я буду в Киеве только 29 декабря, я сейчас в Севастополе. вот, и мы, кстати, в Киеве проведем 29 или 30 числа живую встречу для всех участников коучинга, может, пригласим кого-то со стороны, ну, в качестве гостя. 30% это нормально, давайте считать, вот вы покупаете товар за 10 долларов, а продаете его за 50, и 30% это 3 доллара на одну единицу, это 13 долларов, вам будет стоить товар, а вы его все равно продаете за 50, ну, так что, 30% это много? так, в общем, по поводу трендов, надеюсь, никому не надо объяснять, да, что те, кто первыми товары привозят в страну, да, те больше всех зарабатывают, все остальные догоняют, тоже зарабатывают, так, давайте пройдемся быстренько по пунктам, ну, в общем, я уже понял, что эта тема, которую я рассказываю на многих вебинарах, она очень многим помогает, в общем, суть формулы успеха, суть в том, что есть, грубо говоря, пунктики, в которых каждому из вас желательно бы научиться разбираться, ну, помимо там всего прочего, это научиться правильно выбирать товары, это грамотно продавать, выбирать грамотные модели продаж, это делать эффективную рекламную стратегию, это делать умную логистику из крипты продаж, это выбирать подходящую юридическую форму, расширять точки продаж, делать оптовые предложения и соответственно формировать команду. Я, в общем, не буду сейчас вам рассказывать, тут много у меня слайдов разных по поводу правильного выбора товара, ошибок, в общем, я вам скажу так, я вам покажу просто один товар, ну вот допустим, те, кто не видел, может быть первый раз все видят, прикольный товар это USB портативная зарядка, очень прикольная, ее я себе купил несколько, вожу с собой везде, у меня жена постоянно забывает телефон зарядить, и вот она с собой носит сумки, потому что, ну в общем, ты его взял с собой и 10 раз можешь зарядить любое устройство, вот это прикольно, стоимость такого товара около 10, 13, 15 долларов, да, видели, все, окей, главное, что вот для тех, кто в первый раз, и может быть, кто ведет предпринимательскую деятельность, вот если вас душит маржа, наценка там 30, 40%, 50%, ну вас это не устраивает, то вы реально можете поменять товар, или можете даже этот товар начать возить с Китая и зарабатывать на нем гораздо больше, дело в том, что есть закоренелость в голове и многие думают, что они не могут поменять свой бизнес, не могут поменять свой товар, или вот они нашли бизнес и все, и всю жизнь будут в нем работать, нет, так не будет, все меняется, запомните одну фразу, что если вы не можете поменять товар в вашем бизнесе, то к сожалению, не вы управляете бизнесом, а бизнес управляет вами, так, идем к вопросам, я обещал, что сегодняшнее выступление будет больше сфокусировано на вопросах, я буду перелистывать слайды, а вы как бы с них берите тоже определенные ценности, так, Сергей пишет, как быть с командой, ни одному моему другу это не интересно, несмотря на то, что я часто заказываю на Али, они говорят, что нас 100% кинут, Сергей, дело в том, что 95% всех предпринимателей, всех, реально, никогда не будут самостоятельно ничего заказывать, никогда не будут самостоятельно ничего возить, пока вы сами не разберете, если ваши друзья не хотят, не надо с этими друзьями делать бизнес, надо находить людей, которые хотят зарабатывать больше, которые видят перспективы, если вы видите перспективы, вы видите возможности для себя, а ваш круг не видит, ну извините, это значит, что ваш круг медленнее развивается, чем вы, так, нужен телефон на чай, телефон на чай будет, дам всем в конце, так, Дим, какие сервисы построения одностраничников, можно посоветовать, мне нравится красивый, ну не очень удобный, VIX, может быть, кто-то видел, через него можно и сайты делать, я использую LP-генератор, он классный, он очень удобный, из него можно лепить все, что угодно, он очень крутой, они работают постоянно, команд донат усовершенствованием этого сервиса, я многие страницы там делаю, так, Ника, был опыт рекламы в Google бесплатного объявления, ну как, бесплатное объявление в Google возможно только, когда вы заплатили им деньги и получили от них купон, например, там на 80 долларов, тогда у вас по сути объявление бесплатно, так, Игорь пишет, если заказать партию 1000 штук, то такой службой, какой службой доставки лучше это делать, ну, вам нужно для этого компания, которая будет вам помогать в доставке, загуглите, например, с поиском доставка грузов из Китая, так, если они думают, что их кинут, то их кинут, но вы же, Сергей, не такой, это верно, так, Сергей, тут два разных Сергея, так, Рома, как оплатить на Алиэкспрессе, на Алиэкспрессе можно оплатить карты, это самый удобный способ, еще можно оплатить PayPal, так, Максим пишет, Максим, объясните, пожалуйста, подробнее схему заказов для тех, у кого на начальном этапе небольшой бюджет, который заказывает товар по мере поступления реальных заказов, ко мне приходит заказ на данный товар, вам, это плохая схема, вы будете очень долго зарабатывать деньги, если вы будете ждать заказы на какой-то товар, потом заказывать его, потом отгружать, вам нужно быть более активными и более активно продавать. Я бы на 100 долларов купил товар какой-то, ну, то есть его до того, как еще купил бы, потестировал, то есть много разных способов. То есть вот у меня ребята, вот сейчас третий курс коучинга пошел, там сейчас больше 140 человек, вот они прошли первое занятие в пятницу в прошлое, научились выбирать товары, ну, грамотно выбирать. Вот завтра будет второе занятие в коучинг-группе, и вот они научатся создавать сайты, создавать площадки, которые позволят бесплатно или чуть-чуть за небольшие деньги тестировать товары. Ну, вам надо просто этому научиться. Так, я дизайнер со знаниями БМ-технологии. Круто, Ольга. Ну, вперед. Можете сами делать бизнес в Китае, можете пойти ко мне учиться. Так, Максим, номер, пожалуйста. Ну, как я же сказал, номер не дам, ВКонтакте добавься, сейчас брошу ссылку ВКонтакте. ВК, ВК.com, ой, ВК.com, Дима Ковпак. Так, сколько людей вы одновременно обучаете на одном потоке? На третьем потоке сейчас 140 человек, а в ВИП-группе, по-моему, больше 30. Так, Макс пишет свой телефон и Skype. Так, Сергей, как совет, я заметил, что на Алиэкспресс, на один и тот же товар, почтовики ставят разные цены. Тот же DHL, на один и тот же товар, ставят от 200 до 1000 долларов за доставку. В чем прикол? Дело в том, что Китай очень большая страна. И есть еще пересылка по Китаю, например, до терминала основного, от которого летит самолет, например, в Россию, в Украину. Так, Олег пишет, что 153, круто. Максим, четвертый курс, не уверен, будет ли, по крайней мере, в таком формате, доступном, как он есть сегодня. Кто хочет, может еще подключиться к третьему курсу. Ну, то есть можете еще успеть, попасть даже завтра на второе занятие, посмотреть первое занятие в записи. Так, Дима, ты в коучинге показываешь, как настраивать контекстную рекламу. Да, у меня, кстати, целое занятие, третье, кстати, уделено полностью настройке контекста и работе с прямой рекламой, плюс с социальными сетями. Кстати, я хочу, а кто у нас с других стран? Так, вот я вижу, Диана с Канады вообще. Со штатов Андрей. Ну, кстати, у меня в штатах отучился Ренат, он продает колонки, о, не колонки, а наушники, кстати, тоже нормально зарабатывают. Влад из Финляндии. Вот, кстати, для вас будет интересная тема работы через eBay. Дело в том, что у меня много ребят отучилось, и вот они продают через eBay. Кто-то немецкий, кто-то через американский. Так, сейчас я Александру отвечу. Дима, сколько можно на один адрес в килограммах заказывать на маму, папу, бабушку, брата и себя? Или если заказывать? Ну, смотри, Саш, а ты из России или из Украины? Просто это разница. Напиши, пожалуйста. Говорю уже, 50 килограмм. 50 килограмм это в Украине, ой, в России ограничение в месяц на одного человека. И 1000 евро по всем доставкам это беспошлины. Вот, это 1000 евро на одного человека. Вот, но если ты каждый месяц будешь постоянно возить на себя товары, ну, как бы таможни, тобой заинтересуются, спросишь, ты куда-то эти товары Влад, ну, было 50. У меня, я вот еще неделю назад читал последние нормативы. А в Украине вообще, в Украине лафа, потому что в Украине ограничивают только сумму одной посылки 300 евро. И в законе не указано, сколько на одного человека реально может приходить посылок. Ну, то есть, ненормировано, по идее. Так, для Казахстана 31 килограмм. Слушайте, ну, может, я, ну, я был уверен, что 50. Сумки, кошельки, кошельки у нас тестировали в Украине, ну, по крайней мере, бесплатными инструментами, бесплатными методами не получилось получить заказы. Но вообще, эта тема крутая. Так, по поводу формы работы через eBay. Рассказываю. Значит, рассказываю на примере Саши, он один из первых у меня учеников. Он просто один из самых быстрых учеников. Он просто за первые две недели в коучинге заработал сразу же 1900 евро. Ну, сейчас, вот, я буду в Европе, надеюсь, с ним встречусь. Он мне делал приглашение из Германии. он сейчас в новой квартире живет, зарабатывает около 4-5 тысяч евро. Ну, прикольно. Он продает через eBay. Кстати, из Казахстана. Мальчик учится в Германии. В общем, что он делал? Он продавал на eBay, на акциях, там есть модели продаж акций, да, так вот, он на акциях продавал наушники Bits. Покупал их не оригинальные в Китае по 25 где-то долларов, вот, а продавал на eBay по 80, по 90 евро. Ну, очень хорошие. Я вам скажу так, что Bits реально, я вам факт говорю, реально один в один вот стоят где-то от 15 до 25 долларов хорошие, очень хорошие. И они звучат просто восхитительно. Ну, вот, я нашел вообще дешевле за 7,5 баксов. но это какие-то стрёмные немножко, это явно не очень хорошее. Ворота никто никому не закроет, потому что огромнейшее количество властных структур заинтересованы, они сами владельцы поставок в Россию, сами владельцы крупных брендов, они владельцы карго-компаний, логистических компаний. Уже БМ всем продали лампы. Повторюсь, так как не было ответа, блокируют ли поставку товаров, если в нем есть микрофон и ЖСМ-приемник. Есть инструкция по поводу, что секретные устройства, секретными устройствами являются звукозаписывающие и видеозаписывающие устройства, которые внешне выглядят как что-то другое. Ну, то есть авторегистратор это не секретное устройство. Юрий про лампы пишет. А, лампы, это светодиодные лампы. Ну, да, это прикол. Светодиодные лампы кто-то покупает. Так, дайте пару слов про эффективную рекламу расскажу. Эффективная реклама это тогда, когда у вас зашло 100 человек, да, и купило хотя бы 3. 3% это очень хорошая конверсия для интернет-магазина. Таких палок. Для одностраничника конверсия на самом деле на уровне 10-15%. Это возвращаясь к теме, почему мне нравится работа через одностраничники. Да, купила 120. Зашло 100, купила 120. Это прикольно. Вот. Дело в том, что работа с рекламой это не только работа с самим директом или с социальными сетями, с конкретными клиентами. Это работа еще и с сайтом. Потому что здесь сайт внизу есть информация. Я перешел по теме купить пуховик женский. и увидел вот такой вот флиз. Я сразу же сайт закрыл. Потом вернулся, понял, что я сделал на автомате. Потому что там оказалось внизу есть пуховики. но дело в том что вы показываете в первую очередь сразу же человеку. в этом большая проблема. Многие вообще не понимают как должны выглядеть сайты. У кого-то видели конверсию 133% и я не знаю как они это считают. Не знаю. Наверное это конверсия может быть вебинаров. Я не знаю как они ее считают. Там какая-то ошибка. JustClick хорош в плане как бесплатная рассылка. Его можно использовать в email маркетинге. Его можно использовать как сервис приема платежей. Ну как вот e-autopay кто знает. То JustClick в этом плане он просто берет 5% это дорого. Так несколько единиц товара один человек купил. Вот конверсия выше 100 наверное. Конверсия это ну вот пример там зашло 100 человек на сайт из них купило 3. Вот конверсия сайта 3%. Это повторяющиеся факты. Они работают. То есть это повторяющиеся события. JustClick по интерфейсу очень никакой. Я вам говорю если вы хотите себе хороший сервис рабочий через который можно делать классные сайты и реально продавать вот это LP генератор. Я всех участников коучинга ну как бы я его показываю на нем показываю как что делать. У нас люди которые вообще приходят дуб дубом не понимают как работать с интернетом. Они делают сайты потом в LP генераторе такие прикольные. Так по поводу логистики давайте немножко так а кто а кто у нас задавал вопросы по логистике значит по логистике есть три модели первая это заказываем бесплатной доставкой ждем долга я заказываю себе лично я покупаю где-то показывал я себе заказываю всякие аксессуары для гоупро экономлю на них 500-600 процентов 6 долларов у китайцев 50 долларов в рознице зарядка 2 доллара я купил в рознице на 20 долларов зарядка для камеры 6 долларов в рознице 50 долларов в общем можно использовать бесплатную доставку но это долго но можно заказывать 20-30 100 штук находить акционные предложения где китайцы отправляют небольшую партию 20-30 единиц и отправляют бесплатно и МС или Федекс у них накапливаются разные акционные тарифы и они потом делают акцию ну вот я покупаю есть такой магазин в Украине Ольга называется Whitebox я у них купил GoPro камеру за 3 600 по-моему или 3 200 гривен у них все аксессуары вот крепеж на голову у них стоит 50 долларов вот зарядка дополнительная батарейка у них 50 долларов стоит ну я смотрю по тем сайтам просто усредненные цены Евгения на LP генераторе платно там они берут деньги за количество кликов да вот Сергей сбросил ссылку как бы можете посмотреть значит разбираться в логистике крайне важно потому что как возить без головной боли это как вам объяснить это когда вы знаете что как работал когда вы знаете вашего партнера и знаете вашего партнера по логистике то есть когда вы с ним лично знакомы понимаете как это работает ну я имею ввиду что вы с ним настроили контакт заблокирована ссылка Сергея ну LP генератор в поиске набейте он у вас выйдет хорошая работа без головной боли когда каждый из вас заведет себе партнера в Китае девочку мальчика кто будет вам отслеживать грузы компоновать их ну такой как бы посредник он стоит где-то 10% от суммы заказов я такими пользуюсь часто ну сейчас у меня там просто как бы сидит большая команда людей вот крупная компания они мне помогают в плане крупных сделок так вот по поводу подходящей юридической формы так ну мы продолжаем наверное по вопросам подумайте так Ольга это обязательно ли просто сайта купить или просто сайта не купить Андрей 154 человека только начали у меня сейчас учиться в третьем курсе третий курс только стартовал с первого курса у меня статистика 70% со второго курса у меня статистика упала где-то 30% очень много людей не делало там было 64 человек то есть люди просто не делали ну это грустно то есть бывает так что люди делают ну наверное те кто может быть а кто-то посещал вообще какие-то курсы напишите мне пожалуйста вот кто реально делал все что давали в домашнее задание на каких-то вот курсах кто вы ну где вы были да вот результат третьего курса сейчас товар выбран да я вам сейчас Сергей БМ посещали а что же вы вас после БМ все должны зарабатывать ну по крайней мере так должно быть Шевцова Надежда у Шевцова училась ну как результаты в группе как как все вы почему вы сделали вы получили результат понимаете вы все понимаете что если вы делаете что-то то у вас есть результат если вы не делаете то к сожалению у вас результат анима вот Вот это проблема, и это моя проблема, потому что я очень сильно переживаю за людей, я за каждого искренне переживаю, потому что я относился к коучингу больше как к хобби, я много зарабатываю. И мне это стало интересно, когда я начал получать от людей фидбэк, да люди счастливые, там звонят, говорят, мы там заработали первые деньги, первый раз создали свое дело, и это такой кайф, вам надо попробовать, кого-то научить чему-то, и увидеть, что у него это получилось. Это непередаваемо. Так, дальше, по поводу юридической схемы хочу пару слов сказать, я всем рекомендую работать честно. Честно работать можно, работая на упрощенной форме налогообложения. Можно заказывать напрямую от китайцев, ведя бизнес на упрощенной форме налогообложения, это нормально. Вы можете делать прямые контакты, растамаживать грузы на себя. Для этого не надо иметь семь пядей во лбу, для этого вам нужен на самом деле один брокер таможенной, который будет за вас растамаживать товар, и все. И нужно получить аккредитацию на таможню, то есть это определенная справка о том, что вы типа зарегистрированы. Контракт с китайцами даже не нужен, чтобы вам покупать отсюда. Вам достаточно инвойс, это накладная, просто накладная на товар, и там условия доставки. Желательно оставить условия доставки с доставкой в вашу страну, тогда риски по международным отношениям лежат на китайцах. Ну там Диди Пи, по-моему, международный класс по инкотернс для договоров. Можно пользоваться посредниками, которые берут за это деньги, они разные. И 15-20%, и 30% берут, кто-то берет 3%, все зависит от стоимости денег, которые вы тратите на товар. Это от этого связано, это связано с этим. Главное понимать всю систему. Понимаете, что на самом деле, вот я вам сейчас хочу сказать, что на самом деле главное не найти в Китае вот перчатки, да, там, или там колонку Bluetooth, да, или вот зарядку там какую-нибудь, или как вот там сотни ребят понаходили товары. Это не главное. Главное в другом. Главное научиться продавать этот потом товар и зарабатывать на этом товаре деньги в своей стране. Вот многие думают, что главное только найти товар. Нет, а потом сидят на своих хомяках там или еще на ком-то и думают, куда их продать. Главное научиться разбираться в каждом этапе. Главное научиться создавать продающие воронки, настраивать рекламу, понимать, сколько что-то собирает денег и кому вообще продавать. Поэтому, ну вот это главное. Мне хочется, чтобы вы поняли, что вот это главное. Сергей пишет, да, часть посредников мы работали, цены не знали до тех пор, пока не придет инвойс. Это по чаю. Хочу изучить рынок Китая сам, чтобы меньше меня могли обманывать. Начните с Алибабы. По чаю, ну то есть это будет прямой контакт, я с ним никак коммерчески не связан. Ну то есть позвоните, напишите. Ольга, ну разве не хорошо найти хороший товар и хорошо его продать? Так вот, дело в том, что найти хороший товар у многих получится. Понимаете, надо иметь навыки еще и продавать его хорошо. В торговле главное продажи, все правильно, Евгений. И прибыль, Екатерина, все верно. То есть если у вас даже продажи будут, извините меня, прибыли не будет, но поэтому... А, Сергей говорит, что по чаю уже работаю, сейчас зондирую другой товар, не могу его и завести с Китая. Ага. Да, нужно научиться хорошо продавать. Вот, собственно, коучинг тому и на самом деле это и нацелен на то, чтобы выстроить всю модель. Ребята, что ко мне пошли так много учиться? Они увидели, что другие зарабатывают и вот как бы их это тоже вовлекло. Так, вот это вот помните, мы вначале говорили про Яндекс.Вордстат. Вот пример. Вот купить подарок, вот статистика, там по времени можно смотреть результаты. Аутсорсинг. Аутсорсинг предусмотрен, когда вы понимаете, как этот аутсорсинг должен работать. Аутсорсинг – это когда вы передаете что-то кому-то в управлении. Например, у меня в компании, в нескольких компаниях, бухгалтерией занимается отдельная компания, аудиторская фирма, которая ведет бухгалтерский учет. Я даже не знаю, что там происходит. Мне неинтересно. Мне неинтересно, что там они сдают в налоговую. Мне абсолютно все равно. И это дешевле. Например, бухгалтер стоит… Кто знает, сколько стоит хороший бухгалтер? Кто знает? Напишите, пожалуйста. Ну вот, примерно, кто знает. Но я вам скажу, реально нормальный бухгалтер стоит тысячу, полторы тысячи долларов. Это такой простой. Это который будет у тебя на компанию работать. Который станет главным, допустим. Мне аутсорсинговая компания стоит 300-400 долларов. Понимаете? Мне дешевле. И мне никто не говорит, что у меня там голова болит или еще что-то. Или… Да, Вадим, у меня теща. Вадим, я тебе открою секрет. У меня тоже. У меня у тещи, собственно, аутитерская компания. Поэтому… Ну, она с меня берет деньги. Ну, по поставке. Как и положено. Валерий, у меня. Прикольно. По поводу команды скажу пару слов. Команда – это самые ценные люди, которых вы вообще можете когда-либо встретить в своей жизни. Это люди, на которых вы можете опереться как на себя. Вот я стараюсь, во-первых, людям, которые со мной работают, давать все функции и все возможности делать все, что они хотят. И делать так, как они сами себе думают. Но главное, чтобы это действие было связано с целью компании. Ну, цель компании – это повышать прибыль, получать доход. Вот если вы видите, что, понимаете, людей надо привлекать в свое дело и не говорить им, что делать, а чтобы они, ну, как вам сказать, чтобы они приносили с собой что-то. Так, Максим пишет, Дима, что ты скажешь о конструкторе от BM360? Я его недавно юзал. Он простой, но он не такой, конечно, он не такой свободный, как LP-генератор. Вот. Он гораздо проще, но он такой корявенький, как по мне. И он немножко подтормаживает. Вот страницы, которые на нем созданы, они реально подтормаживают. Это же связано то ли с сервером их, не знаю. Ну, как бы он дешевле, но там, например, самый дешевый пакет позволяет 5 сайтов сделать. Это 5 страниц. LP-генератор, самый дешевый пакет, дает тебе возможность сделать там что-то 20 или 30 страниц и 3 домена привязать. Так, Венера. Если я живу в городе с численностью 60 тысяч человек и никого в городе не знаю, с чего тогда начинать? Начинать с продажи по всей стране и делать многое самостоятельно. А, вот, Елена пишет 25 страниц. Да, 25. У меня продвинутый пакет, там 50 страниц и 5 доменов. Сергей пишет, идите в бар. Вот. Ну, время это деньги, наверное, никому из вас не надо объяснять. Как выглядит первый шаг, вы, наверное, все знаете. Это чем дольше вы все думаете, тем меньше вы на самом деле делаете. Можно долго думать, потратить 100 рублей в день или 10 рублей в день. А можно клюнуть, выбрать то, что говорят лучше, сделать, получить первые результаты, зарабатывать много денег. По СНГ как раз продавать, я считаю, очень легко, Андрей, потому что рынок очень большой. Люди из разных стран, ой, с разных городов, разных, скажем так, коренных национальностей гораздо с большей легкостью покупают. Очень хорошо продаются товары в диапазоне 900, 1500, 2500, 2500, 2500 рублей. Главное знать как, на самом деле. Да, вот, ну, вы же все знаете, что вы все можете сами попробовать. Ну, то есть, ваши ошибки будут вам всем стоить времени. Вот, меня очень много ребят не обращалось, просило расширить возможность, дать возможность пойти в коучинг, вот, в третий. Ну, вот, собственно, этому сегодняшний вебинар и посвящен. То есть, мы завтра будем закрывать набор окончательно. То есть, все, кто там пытались доплатить, там пытались еще попасть, как бы, в общем, вы еще имеете возможность такую. То есть, вы можете пойти и вот вместе с той группой, которая сегодня, пройти как бы все этапы обучения. То есть, вы можете научиться выбирать прибыльные товары, ну, определенную формулу успеха изучить, научиться создавать сайты, научиться настраивать рекламу, директно, научиться работать с социальными сетями, с таргетингом, с тизерными сетями. В общем, совсем научиться по факту продавать. По поводу рекламы ВКонтакте, Никита. Ну, давайте расскажу на примере. Лев Степанов, он еще с первого курса, у него прикольный результат, он продает часы. Значит, его первым каналом продаж были как раз социальные сети, он продавал через группы ВКонтакте. То есть, он делал посты в группы, делал определенную акцию, люди переходили с этого поста на сайт продающий. Мы там много докрутили его сайт, сильно его доработали, внедрили много разных фишек и у него начали продаваться товары с гораздо большей скоростью и качеством. Что еще? Я бы использовал для многих вау-товаров, ну, каких-то прикольных, таргетинговые объявления. Конечно, они немножко дороже будут, но это прикольно, потому что вы можете работать с селевой аудиторией. Ну, метик, например, вы продаете только женщинам, и вы, например, ВКонтакте можете отобрать только женщин. Почему мне нравится работать с селевой аудиторией? Потому что она очень... Ну, ты не тратишь деньги, ты не выкидываешь деньги на мужиков, которые тоже заходят на сайт, но не покупают. Так, сейчас отвечу на два вопроса. Зика спрашивает про webrel.com.ua. Я не знаю, что это за сервис. Что сказать про WordPress? WordPress – прикольная система для блогов, для небольших одностраничников. Ну, как HTML можно заказывать просто у веб-лансеров. У меня на WordPress – это блог, но он немножко подтормаживает. Алекс спрашивает, что лучше делать – все сайты отдельно на доминах или придумать основное и остальные товары на поддоминах? Можно и так, и так. Дешевле сделать основной сайт, домин и делать просто слэш. Вот, кстати, Лев делает так. Он вводит новые там часы какие-то в продажу. Кстати, хочу сказать, что у него себестоимость в этих 200 тысячах около 60-70 тысяч рублей. Он реально зарабатывает на часах около 200 тысяч. Но сейчас должен больше зарабатывать, потому что он еще директ настроил, еще сотрудника нанял, еще там много всяких каналов подключил. У него задача, по крайней мере, в этом месяце в три раза увеличить было оборот. Так, ну, Саша тоже его, наверное, многие уже знают. Из Харьков он продает, продавал, продает EarPods наушники. Тоже пришел с нуля вообще, как бы не разбирался, что, как делать. В общем, пошел VIP, научился. Ну, о Юре Билане, наверное, многим рассказывал уже, как бы, он тоже у меня отучился. Наверное, такой интересный, его самый большой интересный опыт, то, что он заключил партнерский контракт с фабрикой, то, что он очень хорошо выбрал товары и попал в струю. Да, он вообще красавец. Ну, это факт. Но сейчас он там рвет и мечет, потому что ему не хватает денег. Сейчас он там одну партию должен докупить, и он бегает, ищет еще там, ему не хватает 17 тысяч долларов на закупку. Вот, и он мне писал, звонил, я говорю, Юра, ну, у меня сейчас другие планы, у меня там свой проект еще идет. Так, что еще? Ирина Петрова леггинсы продает. Вот, Саша, наушники, кстати, наушники у нас битс много, ребят продают. Вот мне понравились сумки Дианы Баби, очень прикольные. Ну, по крайней мере, я таких не видел, они оригинальные, цены на них классные. Так, по поводу обучения, да? Давайте я сейчас сразу брошу ссылку на наш коучинг и расскажу. Сразу скажу, что у нас сегодня мы даем, опять же, всем опоздавшим, мы даем 20% скидки на обучение. Вы можете еще попасть в группу третьего курса, посмотреть первое занятие в записи. Если оплатите сегодня-завтра, сможете попасть завтра на второе занятие. Если будете оплачивать там вплоть до понедельника, ну, получите записи первого занятия и второго занятия, и уже придете на третье. Ну, надеюсь, с выполненными домашними заданиями. Так, что было на первом занятии? Так, Алекс Ростов спрашивает про, что есть знакомая в Шанхае. Ну, отлично, ну, супер. Если есть люди в Китае, отлично. У нас все ребята будут учиться находить себе еще людей в Китае, ну, просто, чтобы не только моими пользоваться, но и своими. В общем, ребята на первом занятии научились определять прибыльные товары, находить поставщиков в Китае, находить, тестировать спрос, определять ниши. В общем, все выбирали там по три, по четыре, по пять товаров. Я, кстати, покажу слайд с нашей закрытой группы. А, Сергей, занятия в курсе на протяжении двух месяцев, на протяжении двух месяцев идет коучинг. За два месяца будет восемь занятий для общей группы и дополнительно шесть занятий для VIP-группы. Сразу, давайте я, наверное, переключусь сейчас на страничку с нашей группой. Сейчас я покажу. Так, и потом пройдусь по... Так, это, кстати, принт я сделал сегодня в группе. Почему-то не все добавились в нашу закрытую в Facebook-группу. В группе очень много общения идет. Вот список домашнего задания после первого занятия, которое ребята получили и сейчас вот выполняют. И тут ребята отписываются, какие они товары отобрали, какой спрос. Ну, в общем, все по домашнему заданию, они отписываются. Вот. Очень много общения в группе, и это очень круто, потому что в группе очень много людей с разным опытом, с разным уровнем. И в группе реально люди сами много вопросов решают между собой. То есть мне иногда даже... Я не успеваю даже ответить на вопросы, когда люди реально уже отвечают друг другу. И это очень круто. Вообще большие группы очень хорошо, потому что очень много опыта и очень много партнерских отношений выстраивается. Елена пишет, что я из этой группы, у нас круто. Да, это точно. Так, Софья задавала выше вопрос. Сейчас, Софья, я пропустил. Софья, напишите так, а с чего начать, откуда возить? Ну, первое, с чего легче всего начинать, это с Алиэкспресс. Потому что там проще купить. Да, там выше чуть цены, но там нету всяких... Ну, как бы нету переговорного процесса длительного. Поэтому проще всего начинать с Алиэкспресса. Так, давайте немножко... Бабло-рубительный. Так, давайте немножко расскажу про первый месяц занятий, потом про стандартную группу, про ВИП-группу. Так, ну, естественно, на первом месяце, в первом занятии, да, вот, ребята у нас научились находить прибыльные товары, вот, отбирать их. Было... Ну, вот, кто из коучинга? Напишите, пожалуйста, как вам понравилось первое занятие. Ребят, кто у нас из коучинг-группы, уже кто в курсе? Напишите, как вам понравилось первое занятие. Ну, Дэн, конечно, группа закрыта, потому что туда входят только те, кто у нас в коучинге. Так, на втором занятии... Второе занятие будет в группе «Завтра». На втором занятии вы все научитесь, во-первых, настраивать бесплатные продающие объявления, вы все научитесь работать с продающими заголовками, и я вас всех научу делать продающие сайты, реально крутые, так, чтобы они продавали. Да, вот, я очень все практично веду, то есть, стараюсь все показывать на своем мониторе, мы работаем через другую программу, через другую совершенно программу, и, ну, вот, ребята, подтвердите, насколько все вот доступно, понятно, и понятно, что делать. Так, ну, как бы приглашать, прям тянуть за руки мы никого не будем, как бы это выбор каждого. После каждого занятия мы даем домашнее задание. Вот, «Завтра, ребята, я научу работать с заказами без товара, дам речевой модуле, ну, и все получат домашнее задание». Помимо этого еще есть VIP-группа, там, как бы, идет расширенный материал. VIP-группа получает у меня дополнительные контакты поставщиков, логистики. Я только для VIP-группы даю уже сразу карго-компании, карго-перевозчике, с которыми мы работали. Вот, и по России, и по Казахстану, и по Белоруссии, и по Украине. Вот, поэтому, ну, как бы, знания в VIP-группе, они более расширены, больше контакта со мной, больше со мной общения. Ребята меня дергают за руки с VIP-группой еще часто. Вот, ну, она, собственно, и дороже. Так, меня интересует все, что связано с Китаем. Сергей, ну, на Китае у нас сделана ставка в начале, потом очень много я учу продавать, потом учу переговорам, потом учу партнерству. Ну, как бы, у меня комплексный подход. Я думаю, что вы много узнаете для себя в плане продаж. На третьем занятии, вот мы, так, на третьем занятии все научатся настраивать рекламные кампании в Яндекс.Директе, в Google AdWords. Реально не надо проходить дополнительные курсы, то есть я вас всех научу реально это делать. Вы узнаете, как грамотно, эффективно настраивать рекламу в социальных сетях, выберите тот или иной подходящий способ для вашего товара. Главное это, что я даю очень много разных эффективных техник, которые могут вам подойти и могут вам не подойти. Главное, что у вас их будет много, и вы легко определите, которая будет вашей. Так, свой сайт. Блог, что ли? Так. Так, идем дальше. На четвертом занятии мы до конца уже закрываем все сделки по китайцам. Вот. Я там еще очень много даю по переговорному процессу. Ну, тестовый по пуховикам. Давай я тебе брошу сейчас. На четвертом занятии, в общем, у всех уже будет как бы конечное задание. Это действительно те, которые, ребята, не успеют заказать товар, а у нас уже много в группе третьего курса заказали. Но четвертое занятие – это рубеж. Это когда нужно реально заказывать. Ну, все, дальше терпеть некогда. Так, дальше. Второй месяц. Вот, хочу сразу про второй месяц немножко сказать. Просто многие ребята понимают, что… Ну, то есть у нас большая часть коучинга пошла, оплатила два месяца обучения. Ну, так как у нас в коучинге можно оплачивать как один месяц обучения, так и два, есть ребята, которые пошли, ну, оплатили чисто из финансовых соображений. Сейчас за один месяц, ну, там не получалось. Вот, но они должны понимать, и вы должны понимать, что второй месяц коучинга, он очень сильно будет нацелен на увеличение всех действий, которые у вас получились в первом месяце. То есть мы будем подключать новые каналы трафика, подключать больше клиентов, увеличивать средние чеки, делать сопутствующие товары, получать дополнительные выгоды с отказов, дополнительные речевые модули подключать для повышения продаж. Ну, и у всех, естественно, будет домашнее задание. Так, дальше мы будем давать тему по... Я буду давать тему, как находить сотрудников, как находить людей, которые будут за вас делать бизнес, и вы будете иметь возможность больше времени уделять себе, своей семье, жизни. Дальше вы все научитесь настраивать оптовое предложение, работать по опту. Ну, а как вы уже успели увидеть, по опту работать гораздо... Ну, больше можно зарабатывать, просто в плане денег. Вот. И восьмое занятие секретное – это новый уровень, когда вы отдыхаете. Это крутая тема. Вчера у меня закончила обучаться вторая группа, второй курс. Вчера они прошли финальное занятие, многие из них уже подключились к третьему курсу. Я включил группу третьего курса, и я думаю, скоро вы все сможете с ними советоваться. Также у нас для всех участников коучинг-программы есть закрытая группа. Коучинг не заканчивается, когда заканчивается последнее финальное занятие. Дело в том, что я создал специальный инструмент для того, чтобы мы продолжали общаться. Это закрытая группа в Фейсбуке Dreamer Academy, и мы туда будем добавлять только участников коучинга. Туда можно будет попасть только участникам коучинга, и это будет такая тусовка внутри предпринимателя. Поэтому ребята, которые отучились, не значит, что я с ними перестал общаться. Мы только лишь определенный этап нашего общения закончили. Я буду в этой группе для всех участников проводить один раз в месяц занятия. Мы будем смотреть, у кого какие результаты, делать какие-то изменения. В общем, усовершенствовать то, что делаем. Как создать свой продукт. Во-первых, найти людей, которым этот продукт нужен. Так, по поводу, что вы можете сделать, чтобы подключиться к коучингу, и как это проходит. Во-первых, коучинг проходит онлайн. Он у нас проходит по пятницам. Проходит по пятницам вечером в 8.30 по московскому времени. Длится около 2,5-3 часов. Конверсия с пуховиками. Дело в том, что я так и не запустил тест, но предварительно конверсия будет с него около 15-20%. Я не запустил продажи с пуховиками. У нас в Украине оттепель очень долго стояла. То есть мне в Украине этот бизнес было бы невыгодно запускать. И я отложил эту тему на следующий год. Я уже созванивался с поставщиками, с фабриками. Мы готовим большой фонд, около 150 тысяч долларов на следующий год. Будем делать много площадок. Я тестировал просто по другим инструментам, по доскам, по соцсетям. Пуховики очень востребованы. И сайт будет корректироваться. Это было сделано на скорую. Потом у меня очень много людей пошло в коучинг. Потом мне предложили еще одну тему по Китаю. Я сейчас просто не хотел бы ее озвучивать. Плюс я благодаря этому сразу же сориентировался и организовал поездку в апреле. Куда едет много интересных людей на выставку. Я там пробуду, наверное, месяц. Может быть, чуть меньше. Но 2-3 недели буду точно в Гонконге. Так. По поводу нашей группы и вашей возможности к нам присоединиться. Значит, есть стандартный пакет и VIP-пакет. На стандартном пакете у нас 8 занятий за 2 месяца. Плюс бонусное занятие. Вопрос-ответ. Будет полностью занятие посвящено одним вопросом. И я буду просто отвечать на все вопросы, которые у нас в группе у ребят будут возникать. VIP-пакет нацелен на людей, которые хотят очень глубоко разобраться в теме с Китаем. Хотят получить от меня много бонусов. Больше от меня информации. Больше со мной общаться. Получать от меня больше комментариев. Получить от меня контакты поставщиков, которые уже на мной наработаны. Получить контакты карго-перевозчиков, которые наработаны. Получить доступ к некоторым посредникам, которые сидят в Китае, через которых можно делать определенные отгрузки проверенным. В общем, VIP-это дороже. Дороже это потому, что на все эти знания, которые я буду давать на VIP-е, я потратил очень много денег. Это стоило мне очень много денег. Стандартный пакет у нас стоит, ну, вообще ничего не стоит по меркам знаний, которые ребята получают. Потому что, например, Юра Билан у нас прошел базовый курс. Хотя на VIP-е люди, которые приходят и не осведомлены во многих аспектах, VIP-это для них просто как спасательная палочка. Так, по поводу наших подарков. Ну, во-первых, мы даем сегодня скидку 20%. Вы можете сегодня оформить заказ. У вас будет возможность оплатить этот заказ сегодня-завтра. Если вы оплатите до завтра, завтра до обеда, вы попадете на второе занятие в коучинге, получите видеозапись первого занятия. Если вы еще оплатите VIP, вы получите первое занятие общей группы, VIP-занятие, там, где были даны контакты, карго-перевозчики, много ценной информации по выбору товара. И тоже сможете завтра попасть на общее занятие в общей группе. И в следующий вторник, это 17-е число, у нас будет следующее занятие для VIP-группы. Если же вы оплатите крайне до понедельника, это 16-е число, то вы сможете получить все занятия в записи, которые уже прошли, подключиться к нашему курсу, включиться, быстренько, быстренькими темпами нагнать, написать мне, может быть, в личку, какие у вас будут вопросы. Я вас где-нибудь что-нибудь подскажу, и вы догоните группу, и также вклинитесь в процесс обучения. Важно понимать, что скидку использовать вы можете сегодня. Сегодня вы можете создать заявку на страничке коучинг, выбрать для себя подходящий пакет и с нами пуститься в плавь с нашей очень интересной группой. Дальше. Мы дарили несколько подарков еще для ребят, которые оплачивали. Если вы оплатите до завтра, до обеда, мы вам подарим видеокурс по предпринимательскому мышлению. А, кстати, ребята с коучинга, кто здесь сейчас вот есть, а кто вот смотрел этот курс, дайте пару рецензий. Ну вот оцените вот этот подарок, как он вам понравился. Ну явно кто-то получил, потому что тоже мы дарили там за быструю оплату. Не знаю. Ну в общем, суть в том, что я не получил. Александр получил. Супер. Ну, видимо, вы не получили. Почему? Потому что опоздали с оплатой. Вот. Подарки мы делаем для тех, кто быстро принимает решения. Ну, в общем, я подумаю. В группе, может быть, его в ближайшее время выложу, потому что он очень сильно меняет мышление предпринимательское. Очень здорово. Вот. Александр его покупал. Круто. Ну, а Саша, вы его еще покупали, наверное, за 100 долларов, да? Потому что сейчас он у меня на сайте стоит 200. Вот. В общем, так, ну, значит, если это, наверное, наша служба поддержки пропустила, вы все получите. Напишите на письмо на коучинг, на собачка, коучинг-собачка-димаковпак.ком, и вам должны прислать. Так, теперь по поводу цен. В общем, если вы оплатите сегодня-завтра, во-первых, помимо скидки, мы вам подарим еще вот этот курс. Мы вам пришлем все видеозаписи, добавим вас в закрытые группы. У VIP-группы еще дополнительная закрытая группа, там я выкладываю материалы. Вот. Вы сможете посмотреть на выходных видеоуроки и справиться с домашними заданиями. Так, по оплатам. Есть возможность оплатить на приват при создании заказа. Вот те, кто в Украине, могут оплачивать на приват карту. Там карта СПД моя указана. При создании заказа, оформлении заявки, там при выборе уже платежных средств, платежных методов, там в тексте указана моя карточка. Просто текстом. Олег, если ты можешь, сбрось, пожалуйста, в чат инструкцию по оплате на приват. Дайте хоть один сайт рабочий с хорошей конверсией. Сейчас дам. Кстати, сайты, ребят, которые у нас. Сейчас. Сейчас я вам дам парочку сайтов. Прикольных. Ой, мне очень понравился вот этот сайт, крутой. Так, вот этот мне очень нравится сайт, Сергей делает продажи. Вот этот сайт мне очень нравится. Да. Так, по поводу, сейчас я посмотрю, по поводу оплаты на приват. В Украине у нас действует возможность оплаты на приват. Так, сейчас я посмотрю. Где-то тут есть у меня ссылочка. Так, выступление. Выступление. Ага, сейчас. Вот, но опять же, вы, я думаю, что увидите там возможность оплаты на приват прямо в способах платежей. Сейчас я сброшу еще раз. Просто будет удобней, всем будет понятней. Так, там просто уже у нас со скидкой указано. После оплаты на приват можно написать письмо на, можно написать письмо на coaching.dimakovpak.com. Все контакты вообще для связи. Есть украинский номер, там девочка с приятным голосом. Находятся на страничке описания курса. Цены уже указаны в гривне со скидкой. Так. Что я вам хотел еще рассказать? Во-первых, я хотел вам рассказать, что цель коучинга каждому из вас научиться зарабатывать деньги, да? Чтобы перестать жить в долг, там платить за свои желания начать, жить где хочется, путешествовать, тратить деньги на себя. Вот это, наверное, самое важное. До 2010 года я думал, что я самый умный, что вот, ну вот, я вот самый-самый умный. Потом начал как бы советоваться с людьми богаче, может быть, счастливее на тот момент, которые были более счастливы, чем я. Я еще много работал, там много зарабатывал и так далее. Вот. И постепенно начали открываться возможности для жизни. Оказывается, что, ну, то есть работа — это же не все, что у нас есть, да? У нас есть еще наше жизненное время, наше жизненное пространство. Нам нужны какие-то средства, чтобы реализовывать все, что нам хочется. Для этого я использовал опыт других, и это меня очень сильно ускорило. И вы, по сути, можете сейчас использовать мой опыт, и это просто вас ускорит. Так, теперь я, как и обещал, всем сейчас, пожалуйста, в чат не пишите. Я сейчас сброшу контакты чая, чайной компании. Я вот всем обещал. Вот, визитка, вот там сайт на китайском, легче всего звонить просто по скайпу. Очень удобно, кстати, вообще копейки стоят. То есть ты покупаешь там 5-10 долларов, тратишь на скайп, кладешь, и можешь звонить там по всему миру. Ну, Сергей, сайт, который я скинул, он реально продает. А нравится, не нравится? Я вообще не оцениваю так. Есть площадки, которые продают, а есть площадки, которые нравятся. Вот и все. Стоп, ребят, пожалуйста, не пишите сейчас в чат. Пусть те, кто у нас не получили контакты чая, по чаю, пусть запишут. Ну, скопируют, пожалуйста. Давайте минутку, окей? Так, и я еще обещал, еще обещал PDF-ник, инструкцию по оценке спроса. Тоже PDF-файл по оценке спроса. Вот такой интересный файлик. Там много полезной информации. Каждый из вас сможет по-своему ее применить. Так, ну, надеюсь, все переписали. Все переписали и все воспользуются этим. Так, окей, теперь можем вернуться к нашим баранам, вернуться к нашим вопросам, к теме, к теме бизнеса с Китаем, к теме, может быть, коучинга. Ну, в общем, я готов с вами разговаривать на любые темы и уделить каждому из вас внимание и время. Вот, сейчас что-нибудь открою. Кстати, интересно, я сделал принт-скрин, а не увидел то, что написал. Анна Москалькова, часы женские выбрала. Массажер какой-то. Игрушки-машинка для мальчиков. Так, о, все, я забыл. Все, чат включен, вы можете им пользоваться. Можем переходить к вопросам, к теме коучинга, к теме вопросов с Китаем. Я еще раз. Скайп. Там нету скайпа, там есть телефон китайский. Там выбираешь в скайпе набрать телефонный номер, указываешь, там выбираешь страну Китай, это плюс 86 сразу же код. И потом набираешь вот этот номер 10, это прямой номер китайский, 10, 856, 906, 96, 199. И мобильный тоже плюс 86, вот мобильный вверху, 138, 11, 93, 63, 22. Да, музыка прикольная на сайте. Владислав, 10 единиц, ну это очень много, зачем вам столько? Вы же, вам же явно 10 товаров неинтересно будет. Вам явно из этих, из этого списка какие-то лично интересные товары, лично для вас там, их там 2-3 может быть. Галина, живя в США, надо торговать в США, не надо торговать в России. Цинка, у нас очень много ребят по разным городам, по разным странам тестируют пауэрбанк, причем разные объемы. Моржан Прейбэй, там размещаешь товар, который в Китае покупаешь и продаешь по акции, как товар, просто с высокой маржой и все. Через группы продавать не очень, то есть смысла нету создавать группу ВКонтакте, это модель сейчас не очень. Никита просит сбросить страничку, ну сбрось страничку, я дам какую-то оценку. Так, Сергей, к сожалению, я вряд ли у вас чему-то научусь, а на этом, к сожалению, я вряд ли у вас... Так, но не скажу, что вы говорите глупости, поэтому, да, многим у вас реально есть чего поучиться. Всем доброго. Да, Сергей, ну благодарю, Сергей. Просто, ну как бы, ну вам прийти, у меня контакты взять по товарам, ну, если вы опытный продавец, вам не составит труда все же с Алией Бобой договориться, найти себе... Бородатая шапка РФ. Бородатая шапка РФ. Так, сейчас посмотрим, что там на бородатой шапке. Бородатые шапки. Бородатая доставка по России за пять дней. Очень мелко, слепые люди не увидят, что там написано. Черт, а зачем кому-то... Бородатая шапка. И мы оплатим доставку. А зачем заказывать звонок? И почему нету вверху... Все равно вверху телефон надо бы указывать. Так, оригинальная шапка. Ну, сайт выглядит просто, но прикольно. Я понял, что это для сноубордистов, для лыжников. Ну, интересно. 1800 рублей. 1800 рублей это сколько в долларах? Это где-то 50 долларов, да? 50 долларов. Мне кажется, дороговато, сильно дороговато. Я сейчас хочу вам показать прикольный сайт. У меня человек продает. Вот я у него купил маску себе такую. Сейчас покажу. Да, и долго грузится. Вот зайдите на вот этот сайт, посмотрите. Чуть-чуть совершенно... Немножко похожий подход, но суть чуть-чуть... Ну, суть отличается. Не, ну сайт оформлен аккуратно. Скажем так, кому бы... Это из разряда вау-товаров. Их надо рекламировать конкретно, показывая, что ты продаешь. То есть их надо показывать товар, это тебе подходит. Социальная сеть, таргетинговая сеть. То есть, ну там, где человек сразу увидит, что ты ему предлагаешь. Прямая реклама через директ, мне кажется, будет не очень хорошей. Да, в общем, ну вот такие сайты у нас делают ребята в коучинге. Хотите научиться? Ну, милости просим. Сейчас я брошу ссылку на страничку еще раз. Опять же, сегодня, чтобы воспользоваться 20% скидкой, даже если вы там подумаете, завтра примите решение, вам важно составить, оформить заказ сегодня. Ну, иначе просто вы скидку, ну, скажем так, спалите. Сергей Минск спрашивает про гарантию результатов после прохождения курса. Сергей, я даю вам лично гарантию на то, что вы придете и научитесь тому, чтобы зарабатывать деньги. Но если вы не сделаете ничего из домашних заданий, которые я даю в каждом занятии, то, к сожалению, если я дам вам гарантию, то я буду лжецом. Кроме человека, никто не способен его заставить двигаться. Никто, ни один, там, я не знаю, с плеткой демон, ну, то есть, человек будет что-то делать какое-то время, пока над ним стоят с плеткой. И все. А потом он перестанет делать, когда демон с плеткой уйдет. Значит, ИП непринципиально сейчас для сайтов. Тестировать и делать первые продажи можно как физлицо, потому что это еще не предпринимательская деятельность. Дмитрий, дело в том, что мы будем тестировать несколько сразу товаров, и вы еще до того, как вложите деньги в товар, увидите, что ваш товар пойдет. Виктор Карат, ну, давай, сайт я прокомментирую. Вадим, тестировать. Ну, это вот узнаешь завтра на занятии. Виктор, а что там у вас за сайт? Давайте. Аликс, можно сделать заказ с Алиэкспресс на адрес в Шанхае, конечно. Дело в том, что вы со скидкой можете заказ оформить сейчас, но оплатить вам на почту сразу придет ссылка на страницу уже оплаты. Вы на нее попадете сразу, как заполните вот здесь формочку. Но по этой ссылке вы можете зайти завтра и оплатить заказ завтра. Я даю эту возможность. В крайнем случае вы можете оплатить до понедельника, но тогда вам придется посмотреть все занятия, ну, вот эти вот два занятия в записи. Если вы на ВИП, то, ну, если вы в понедельник оплатите, пойдете на ВИП, то во вторник попадете на второе занятие для ВИПа. Источник распространения вирусов, Олеся, это там вирус, ну, значит, я не буду заходить на него. Сколько по времени будет идти по Китаю примерно? Ну, два-три дня по Китаю. В Украине тоже регистрируют только частных предпринимателей, упрощенная форма налогообложения. Антивирус не открыл. На каких сайтах хомяк, просто тема такая уехавшая, ребят, я вам честно говорю, ну, не власти в этом нет. Ну, вот сейчас рекорд держит пока Юра Билан, потому что у него очень, ну, благодаря опту выросли продажи рельеф. Ну, вот, 270 тысяч рублей, это сколько в гривне, в долларах, это почти десятка, да, там из них чистыми 200 тысяч рублей, это, ну, около 6,5 тысяч долларов. Вот, вот, Юра Билан, он в диапазоне десятки сейчас долларов, Саша из Германии, у него где-то 4-5 тысяч евро, вот, ну, остальные, там, 2-3 тысячи долларов, там, кто-то тысячу зарабатывает. Но, опять же, все, понимаете, как, все зависит от вас, вы все сами определяете, сколько вы хотите зарабатывать и сколько вы реально зарабатываете по факту. На коучинге все занятия живые, я же в живую веду все занятия, в пятницу и во вторник для ВИП, в пятницу общая группа и во вторник ВИП занятия. Но я их записываю, и те, кто опаздывают или там не попадают на занятия, смотрят потом в записи. Максим попросил прокомментировать сайтик на заказ товар.ру. Это он, наверное, работает по этому. Так, по, как он называется, сайт и индивидуальный стиль своего автомобиля. Еле прочитал. Вообще, курсивом старайтесь не писать. Так, подсветка дверей авто с логотипом. Подсветка дверей с авто с логотипом. Получи скидку 30%. Ну, это сайт нормальный, я понял, что он сделан на веб-пейдже, по-моему, да, или как он называется. Маленькие фотографии, не очень качественные, не очень понятно, зачем это. Ну, вот, я, например, езжу на Шевроле Камара. Зачем мне это? Не, может, это кто-то покупает, но, мне кажется, гораздо прикольнее это неоновая подсветка какая-нибудь. Ну, и представь, какое количество нужно этих фонарей, чтобы помочь каждому владельцу. Ну, то есть, я даже не представляю, если формировать склад, то это надо, я не знаю, тысячами долларов вкладывать, ну, чтобы у тебя были все фонарики. Нужно покупать что-то, вкладывать деньги в что-то массовое. Это такое, сложно. По поводу копий, у нас все говорят, что это оригинал, но они реально как оригинал выглядят. Так, Влад спрашивает, такой вопрос, включают ли в себя цены на доставку, например, DHL на Алиэкспресс, скидку, которую, по идее, должны иметь продавец. Или же это стандартная цена без всякой скидки? Это стандартная цена без всякой скидки. Дело в том, что, ну, я почему вам говорил, рассматривайте варианты товаров, где уже несколько идет в списке, ну, там, 20 единиц, китаец предлагает, ну, и предлагает бесплатно оплатить доставку. Потому что он уже учел там какие-то свои скидки и посчитал, что ему это выгодно. Дело в том, что если вы закажете одну единицу товара, вам будет невыгодно оплачивать экспресс-доставку, будет очень дорого. Но 100 единиц товара вам будет стоить очень дешево. Так, Дима, вы можете найти таких поставщиков почти оригинал на коучинге? Я вас научу это делать? Вы сами это сможете сделать? Так, Виталик, сколько времени уходит на торговлю с лучшими результатами? Я не знаю, сколько у них времени уходит. Если им деньги это зарабатывают, то они сами решают, сколько им тратить на это времени. Так, отрывок из переписки. После того, как вы подтвердили ваш заказ, пожалуйста, дайте мне знать, я собираюсь выдать проформу для вас. А, это на Алибабе, наверное, вы заказ сделали. Вам просто там, когда вы переписываетесь, вам китаец говорит цену. И после этого он вам может прислать на почту инвойс на оплату, ну, через счет банком. Евгения, а где нам адреса брать Китая, если вы предоставите, а нам не подойдет, нет нужного товара для нас? Ну, вы научитесь на Алибабе самостоятельно находить себе товары. Вы научитесь работать с разными еще девочками, которые у нас есть. Вы научитесь сами себе находить людей в Китае, которые будут вам находить любые товары, которые вам нужны. Ну, примерно так. У нас все учатся делать все сами. Если я буду стоять возле каждого человека и говорить ему, что делать, то, извините меня, когда коучинг закончится, я уйду, то все, вы перестанете, вы будете думать, как делать все. Все, я не могу. Раньше я у Димы спрашивал, он рядом стоял, а теперь как? В этом суть коучинга, чтобы вы все сами научились. Да, Виктор, там с сайтом, ну, я боюсь переходить на ваш сайт, сказали, что у вас там вирус. Так, Виталик, я в плане того, можно ли совмещать с основной работой. Ну, у нас многие люди работают на работе и параллельно учатся в коучинге и делают результаты. Не, не надо вам вкладывать по 20 часов, достаточно посещать занятия и уделять там 2-3 часа, там, хотя бы в неделю. На выполнение домашнего задания. Виктор, просто вам может быть, у вас может быть, он на какой-то бесплатной платформе, и к вам просто впилился вирус, и он сидит. Просто он может мне компьютер повредить. Я бы не очень хотел переходить на сайт тогда. Надо обратиться к какому-то прогеру, чтобы он вам почистил сайт. Александр, Дима, ты же работал с сувенирами, всё, что можно, прописал, но ничего не нашёл. Это что значит? Зика, смотри, сейчас в Украину, например, я считал себе сейчас доставку 200-300 килограмм по 10 долларов. Хотя есть у меня сейчас служба, которая мне готова за 8 долларов. Но я сомневаюсь немножко в её эффективности справиться с растаможкой. Ну, за свой счёт. Тех ребят я просто знаю. Скарго, как бы через них мои многие друзья работают и работали. И вот я, в частности, на них акцентирован. По России средняя цена за килограмм от 9 до 10 долларов, но это хорошая цена. Можно поездом, кстати, возить. Поездом стоит килограмм 6 долларов. Там доставка затягивается где-то от 15 до 22 дней. Ну, там, в разные города. Артём пишет, что сайт открылся, средний тяжёлый шрифт и стрёмные часы внизу. Карго в Беларуси. Вот я сегодня общался с китайцами по поводу Беларуси в Минск доставлять. Там рядом есть перевозчик. У меня нет прямого контакта, но сейчас у меня в коучинге несколько людей из Минска. И вот я для них вот эта карго как раз и вызвоню. Доставка из Китая, например, вот Евгений спрашивает, сколько. Например, экспресс-почтой можно доставлять в течение 10 дней. Можно карго-перевозчиком, самолётом доставлять в течение 5-7-10 дней. Можно поездом доставлять в течение 15-22 дней. Но это в Россию. По Украине, ну, по Украине, в Украине в основном... Ну, Слава, я даю карго-перевозчиков для VIP-группы. Ой, что-то не всё влезло. Так, Виталик просит объяснить разницу между VIP и стандартным. Смотри, стандартный курс — это 2 месяца коучинга, 8 занятий, плюс бонусное занятие, вопрос-ответ. Плюс доступ к закрытой группе, то есть занятие раз в неделю и бонусное занятие, которое будет отдельно после третьего занятия в первом месяце. Это полноценная программа, чтобы научиться работать с Китаем, научиться находить поставщиков, настраивать продажи, делать сайты, настраивать рекламу, продавать, поставлять товары, внимать людей. Ну, то есть это полноценный бизнес-курс, чтобы создать своё дело. VIP-курс настроен на людей, которые хотят получить больше ценной информации, хотят больше получить опыта и хотят получить дополнительно контакты поставщиков, хотят получить дополнительно контакты карго-перевозчиков и готовы уже работать, ну, скажем так, сразу более серьёзно, то есть более нацелены на работу сегодня, готовы, может быть, вложить чуть-чуть больше денег в поставки. ВИП нацелен на тех, кому, может быть, всё это ново, и просто нужно больше реально времени, внимания и информации. Поэтому VIP-это дополнительные шесть занятий за два месяца. Это контакты многих поставщиков, которые, ну, уже наработаны, им можно позвонить, заказать объём. Это контакты карго-перевозчиков по России, по Украине, по Казахстану, по Белоруссии. Это много другого ценного опыта, который, к сожалению, я в стандартную группу не выкладываю, ну, потому что он зарабатывал со мной, и я на него тратил огромнейшие деньги. Товары приходят к вам, ну, или на почту, или на карго-склад, или на склад экспресс-доставки. Так, Александр спрашивает. Дима, есть сумки мужские, кожаные, около трёх тысяч? Возможно, их ли продавать, их за 9 рублей? Ноутбук влазит, и ещё много чего помещается. Но 3 тысячи рублей – это дорогая цена, 100 долларов? Это они должны быть кожаные, какие-то очень классные. Ну, за 100 долларов в Китае можно купить копию, полностью копию, один в один брендовой сумки из новой коллекции любого производителя. Дольче Габбаны, Шанель, Луи Войтон, ну, кого хочешь. Мне кажется, ну, то есть надо их видеть, но, мне кажется, дорогая цена. Но если это качественно дорогие вещи, они могут столько стоить, конечно. Максим, я не очень понял вопрос про оптимальное Z-количество. Александр, кожа отличного качества. Тогда эта цена, ну, да, это может столько стоить. И да, их можно продавать, наверное, по 9, можно даже по 12 тысяч рублей. Так, Виталик, а в обычном будут контакты хоть какие-то? Можно ли выйти на уровень, а то продашь ли это только для? Виталик, вы научитесь самостоятельно… Ну, что думаете, что ВИП я не учу еще самостоятельно искать товары? Я всех учу, это важно для каждого. Просто ВИП получит больше информации, больше данных, больше времени со мной. Воспринимайте это как более расширенный курс. Если не получится попасть в коучинг в эти сроки, можно ли подключиться к обучению после 20 января 2014 года? Ну, не знаю, может быть, 2014, да. Лариса, дело в том, что второй месяц обучения, там у нас будет маленький перерыв из-за новогодних праздников. Первое занятие второго месяца пройдет 10 января. Ну, вам… Дело в том, что я не знаю, будет ли следующий курс, будет ли четвертый курс. Потому что у меня много планов на февраль-март, я буду занят. Если у меня будет возможность ввести коучинг-группу, я буду ее собирать. Виталик, рассрочек нет. Ну, есть условия, есть вот скидка сегодня, вы можете воспользоваться, есть цены, цены очень доступные. Есть подарок, который мы всем готовы подарить. Есть возможность у вас подключиться к коучинг-программе. Ирина пишет, что собирайте, обещаю денег на них. Ирина, ну, у меня просто много планов, которые связаны и не только со мной, но и с моими учителями, которые как бы ставят на меня, возлагают определенные задачи. Вот, поэтому я сейчас не могу вам ничего обещать. То есть третий курс точно дозанимается, у меня на него выделено время, выделено внимание, и уже это время расписано. Поэтому как быть с четвертым, я не гарантирую. Так, Наталя, вы объясните, Дима, а можно оплатить только за информацию, как и компания и брокеров? Нет, я отдельно не продаю информацию, я не знаю, сколько она может отдельно стоить. Ее же надо еще научить применять. Максим два раза написал вопрос. При тестировании ниши, какая оптимальная закупка по данному товару? Ну, 80 долларов можно купить товар, можно за 100 долларов потратить на товар. Отлично, у нас так многие начинали. За 80 долларов вы можете купить 20 пар товара по цене 4 бакса, да? Или за 100 долларов вы можете купить 20 единиц товара ценой 5 долларов. За 200 долларов вы можете купить 20 единиц товара по 10 долларов с учетом доставки. И этого достаточно, чтобы их сразу же продать, оценить качество и заказывать больше. Просто это единственный способ сохранить свои деньги, не потратить 2, 3, 5, 10, 100 тысяч долларов на товары и потом не знать, что с ними делать. Евгений, это вот хитрость, которую я буду завтра учить всех в коучинге, когда люди звонят, а товара нет. Ирина, все начинают торговать на всю страну. Зачем? Нужно использовать все пространство, всех клиентов. Да, заказывать товары через 10 дней будет, все верно. Так, Вадим, коучинг проходит по пятницам. Общая группа у нас занимается по пятницам. Вечернее время в 8.30 по московскому времени начало, или в 6.30 по киевскому. И мы занимаемся 2,5-3 часа. Потом я это занятие живое в записи выкладываю в нашу закрытую группу в Facebook. Евгений, слова в директе. Ну, естественно, к праздникам многие слова становятся дороже. Так, Вадим, VIP-группа занимается еще дополнительно в авторник, тоже в 8.30 по московскому времени или в 6.30 по киевскому. Тоже мы занимаемся 2,5-3 часа. Так, Максим пишет вопрос. То есть, есть ли при тесте лучше выбрать бесплатную доставку, если товар на 150-200 долларов, так как доставка дороговата, или все же заказывать EMS? Дело в том, что когда ты заказываешь на 150-200 долларов, у многих поставщиков доставка уже включена. Я же говорил, что можно находить уже готовые предложения там, где EMS оплачивает поставщик, или FedEx оплачивает поставщик, или DHL оплачивает поставщик. У меня так было очень много раз. И в итоге, получается, ты в 10 дней укладываешься. А если бесплатно, то... Ну вот мне в Севастополь, я уже несколько раз заказывал себе в частном порядке разные штуки. И вот мне в Севастополь, в Севастополь, приходят товары из Китая за 25 дней. В Россию в разные города где-то в диапазоне 35 дней приходят товары. Ну, где-то так. Так, что там у нас по вопросам? Есть еще? Так, 40 дней идут часы, но, может быть, их долго просто компоновали. Дело в том, что на Алиэкспрессе есть некоторые поставщики, которые очень долго собирают груз. Ну, то есть, они его где-то покупают, потом отправляют. Максим, мы бонус даем всем, кто сегодня оплатит крайне завтра до обеда. Влад по НДС хотел уточнить. Платишь ли ты его при получении заказа? При получении официально, да. Если я работаю через карго, то это все решает карго компания. А в Казахстан? А что в Казахстан? Сказал, что Евгений, два дня, отправлен через два дня. Я вам хочу сейчас рассказать о праздниках в Китае. Так, праздники в Китае. Дело в том, что в связи не с праздниками, в связи с обилием заказов, сейчас многим продавцам с Алиэкспресс, особенно мелким, они долго очень товары отгружают. В этом проблема. Значит, можете записать себе праздники. Новый год с 30 декабря по 1 января, отдых у них 3 дня. Китайский Новый год с 30 января 2014 года по 5 февраля. Официально отдых 7 дней. В апреле у нас, у них с 5 апреля будет фестиваль Тингминг. Не знаю, короче, какой-то. Там 3 дня будут отдыхать. Так, Артём, да, если будут ещё вопросы, то надо идти наперекурс, согласен. Давайте сделаем маленькую паузу, и потом будут вопросы, разберём их. Давайте, небольшой перерыв, 2-3 минуты. Я просто засиделся, откровенно говоря, немножко мне пройтись. Договорились? Вы можете пока... Я сейчас очищу чат, и можно в него, в принципе, будет что-то писать. Я буду видеть, что чат свежий. Ты? Делаем паузу. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Так, опа, а вопросов-то нет? Ну ладно. Так, еще раз напишу. Вон, скидки. Так, хорошо. Ну что, я вам хочу сказать, молодцы, что все пришли. И надеюсь, что каждый из вас задал вопрос, который хотел, и получил на него ответ. С многими из вас я явно увижусь в коучинге, и вы сможете продолжить со мной общение. Все участники коучинга у нас попадают потом в закрытую группу Dreamer Academy. Я запускаю новый проект, посвященный развитию предпринимательства и, ну скажем так, вот такого вот определенного движения. Для этого нужна площадка, для этого нужны люди, которые на одной волне. Ну вот мы делаем такую закрытую группу и будем вместе общаться. По поводу сувенирки, как найти у китайцев? Ну, на тех же сайтах можно находить сувенирку. Ну, какая сувенирка просто? Ее можно в декоре, в домашнем декоре искать. Вот в разделах, связанном с домом и уютом. Так, Владимир пишет, подскажи хороший конструктор сайтов. Ну вот я говорю, конструктор сайтов неплохой. Вот VIX, ну это делает сайты, VIX.com. Вот, я пользуюсь LP-генератором. LP-генератор. Ну, так, вы можете научить эффективно продавать не только китайские товары, например, квадроциклы. Дело в том, что моя задача научить людей в принципе создавать любые модели продаж, неважно откуда идет товар. Просто на китайских товарах легче стартануть, так как маржа больше. Галина, можно заплатить за один месяц и потом доплатить за второй. Цена за второй месяц будет равна стоимости одного месяца обучения. Тем, кто делает домашние задания, мы даем скидки. 20% на оплату второго месяца. Так, Евгений, декабрь, январь уже трудности с доставкой. Из Китая в Россию может быть. Да, но вы в целом за этот период сейчас хорошо протестируете рынок, потому что рынок зрелый. И создадите процессы, на которых сможете зарабатывать уже к середине, к концу января. И в феврале у вас будет готовое свое дело, которое будет вас кормить. Такая модель. Виталика, инфокурсы по твоей схеме можно продавать? Я не знаю. Мне кажется, тут схема грамотной продажной системы. Наверное, да. Так, я вижу, там много у меня вконтакте людей добавилось. Я всех добавлю, всем отвечу. Так, просто сейчас... Так, Дима, подскажите, пожалуйста, можно ли доставка DHL стоит 300 долларов до Севастополя, коробка 20 чехлов для планшета. Их калькулятор выдает такую сумму. Дело в том, что их калькулятор считает доставку за каждый один элемент, как за новую доставку. И чтобы узнать, сколько доставка будет стоить, нужно написать китайцу лично, сказать, что я хочу у тебя купить 20 планшетов, ой, 20 чехлов. Сделай мне, пожалуйста, бесплатную доставку, отправь мне EMS. В Украину лучше EMS отправлять. Дичем вообще дорогая служба. Виталик, давать гарантии покупателям нужно от себя лично. И это нормально. И в этом нет ничего страшного. Потому что, ну, очень мало людей возвращает. Если товар совсем новый, почти нигде нет. Стоит ли выбирать эту нишу? Но если он решает чью-то проблему, если он кому-то нужен, и он реально кому-то может, его может активно начнут покупать. Так, Александр пишет, я себе заказал за 23 доллара Powerbank. Три штуки, 23 доллара, по 7 долларов. Это с доставкой? Ну, 7 долларов нормально за 5 с половиной. За 5. Да, 5 раз сможешь зарядить. Нормальная цена. Да, супер. Вообще цена отличная. А каждый по 23? Ооо, это очень дорого. 5 на 5, 7 долларов одна штука должна стоить на 5. На 5 ампер 23 доллара очень дорого. 7-10 долларов должна быть у тебя цена на такую позицию. Не более. Так, окей. Тан-тан, таран-тан-тан. Хорошо. Так, покупал внешний диск в розетке, он стоит 640, но толпа 800 юаней. Как такое может быть? Может быть такое. Нормально. Так, сейчас перед выбором или продавать товары, или что-то придумать с доставкой под заказ. Лучше продавать товары. Виталик, есть гарантии на курс? Виталик, есть гарантии на знания, на то, что если вы этими знаниями воспользуетесь, то вы начнёте зарабатывать. Если вы не воспользуетесь знаниями, не будете делать домашние знаниями, то вы здорово проведёте время, получите много ценной информации. Александр, 26 долларов. Ну, как бы это типа крутой, какой-то навороченный пауэрбанк. Ну, а смысл таким пользоваться? Не, ну, я согласен, что он крутой, он красивый. Ну, это типа VIP-вещь. Но спросом пользуются вещи попроще. Не, я согласен, что выглядит он красиво. Где-то я такой видел, долларов за 13, по-моему. Не, ну, он выглядит круто, он сделан хорошо. Ну, его и дорого продавать нужно. Такой пауэрбанк в продаже должен стоить долларов 90-100. Так. ПУ – это прессованная кожа, да. Ну, это заменитель. Ну, не прессованная, да. Короче, да, просто кожзам. Так, так, так. Так, ладно, ребят, я уже с вами почти 3 часа. Давайте будем закругляться. Я надеюсь, что вам было интересно. И вы увидели ценность в этом занятии. Тем, кто хочет научиться каждому из этапов, хочет пройти в групповой поддержке и создать свой бизнес, повысить доходность, может быть, функционирующим, то приглашаем в коучинг. У вас еще есть возможность подключиться. Ну, и вам просто желаю удачи. Экспериментируйте, получайте опыт, рассказывайте об этом, зарабатывайте деньги. Ром, ссылку на чай я уже давал. Ну, окей, сейчас еще раз. Ссылку дал еще раз. Ребят, да. Вам большое спасибо. Всех благодарю, что пришли. Вы молодцы, у вас все получится, если вы будете стараться. Так что до встречи. Всех буду рад видеть в ближайших возможных моих мероприятиях. И желаю вам удачи. Делайте, достигайте, учитесь, совершенствуйтесь, проявляйтесь и живите клево. Живите так, чтобы было о чем вспомнить. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok